Глава четвертая. Павильон Армиды. От самого милого Петергофа я в то лето видел немного. Уж очень я был поглощен как изготовлением постановки павильона Армиды, так и этими картинами для Князькова, требовавшими кроме сочинения их и изысканий исторического характера. Князьков привлек, кроме меня и после меня, несколько выдающихся художников. Большинство было нашего же круга, мира искусства. Но был и совсем для нас посторонний мастер, москвич Иванов, которому были поручены почти все сюжеты из древнерусского до петровского прошлого. Особенно прекрасную вещь создал Серов, тогда очень увлеченный личностью Петра Великого. Его картина изображала самого преобразователя, бодро и грозно шагающего по развалу строящегося Петербурга. Очень удачны были также листы Евгения Лансере и Добужинского. Я, кроме названных трех сюжетов, исполнил еще для Князькова Петр Первый в Летнем саду, улица Петербурга при Петре Первом, немецкая Слобода и лагерь суворовских солдат. Гуашь Петр Первый на прогулке в Летнем саду хранится в Государственном русском музее и датирована, как и следующее, не 1907, а 1910 годом. Гуашь Петербургская улица при Петре Первом находится в собрании Зильберштейна. Гуашь в немецкой Слободе, 1909 год, в собрании Кнебель. Местонахождение гуаши Суворовский лагерь, 1910 год, неизвестно. Последняя композиция не сразу угодила заказчику. Это была ночная сцена. Ей представляла группу молодых солдат, греющихся у костра и слушающих рассказ одного бывалого воина. В отдалении пылала только что взятая турецкая крепость. Угодил я Князькову. Версии гораздо менее романтичны, но зато явственно были видны все формы. Картины были прекрасно воспроизведены в хромолитографии в Германии и имели большой успех. Их покупали не только школы, но и частные лица. Многие вставляли их в рамы и вешали у себя в кабинете или в гостиной. Но с тогдашним пребыванием в Петергофе у меня связано одно воспоминание несколько комического порядка. Очень нас как-то изумил чудак Замирайло, неожиданно явившийся к нам на дачу, облаченный в черную япончу до самых пят, без шляпы и вообще имея вид какого-то оперного заговорщика. Это был обычный его костюм и иначе Замирайло ни зимой, ни летом на улицах не являлся. Однако не мудрено, что специальная дворцовая полиция и охрана приняли его за настоящего конспиратора, когда он, приехав на поезде, прежде чем пройти к нам в деревню, заглянул в царский Петергоф и, попав на террасу перед большим дворцом, долго любовался исключительной красотой всего ансамбля и даже что-то стал набрасывать в записную книжку. На следующий же день ко мне пожаловал какой-то полицейский чин, пожелавший получить сведения о столь поразившей всех стражников фигуре и удостовериться, что от него ничего не грозит существующему порядку. Мне не без труда удалось убедить полицейского, что это был не террорист, а совершенно безвредный художник, к тому же и пользующийся и некоторой известностью. В то же время я не мог не изумиться усердию блюстителей порядка, ведь выходило, что накануне кто-то из них потрудился проделать три, если не четыре, версты, чтобы выследить, куда и к кому направляется столь загадочный субъект. Милый Замирайло, как он хохотал деревянным смехом, когда я ему все это рассказал. В то же время он был как-то польщен, что так озадачил и провел российских алгвазилий. Сочинение декорации моего балета мне далось не сразу. В созданном Бенуа либретто нового балета использовались несколько литературных источников. Между тем, главная для балета Бенуа тема «Бессилие человека перед таинственным и злым роком» расходилась и с замыслом новеллы «Омфола», с ее историей ожившего гобелена и с присоединенной к ней сюжетной линией более раннего произведения поэмы «Тассо, освобожденный Иерусалим». Следование Бенуа французскому придворному балету, уже в начале XVII века, интерпретировавшему поэму «Тассо», сказалось и в сценическом, живописном решении, в увлечении стилизованными костюмами, и фоном, и в имени главного героя. Не Ринальдо, а Виконт Рене де Бошанси оказывается застигнутым на охоте грозой, после чего попадает в павильон, где и происходит его встреча с Армидой. Из современного ему XVIII века время незаметно смещается в XVII, в обстановку эпохи Людовика XIV. Оживают гобелен, огромные часы с фигурами Амура и Сатурна, олицетворяющими любовь и неумолимое к ней время. Между тем, при всей стилизации исторического антуража в трактовку Бенуа вплеталась и неизменная для него петербургская тема. По свидетельству поэта Жан-Луи Водойе, зрителя парижской премьеры, условно показанная эпоха была даже ближе Петергофу, чем Большому Трианону Версаля. Красовская, русский балетный театр начала XX века, первая хореографы, Ленинград, 1971 год, страница 205. Русский критик по поводу спектакля замечал. Занавес падает как раз тогда, когда нужно. Остается жуткое впечатление жизни, навсегда отравленной тоской по исчезнувшей красоте, по фантастической действительности. Ростиславов, Павильон Армиды, Театр и искусство, 1907 год, номер 50, 16 декабря. Уж очень роскошно мне хотелось изобразить самый таинственный павильон, в котором находит себе приют юный путешественник Рене де Боженси. Уж очень затейливыми должны были быть волшебные сады Армиды и ее дворец в глубине. Надлежало и пригнать обе декорации одну к другой, так, чтобы одна на глазах у публики и без спуска занавеса плавно, без толчков превращалась в другую и обратно, когда в третьей картине тот же павильон снова появляется, но уже при дневном свете. Мысль о монументальных часах с аллегорической группой, представляющей поражение Амура, любви, Сатурном, временем, явилась уже во время работы и потребовала видоизменения всего центрального массива с гобеленом. Я, помнится, именно над укладкой этих монументальных часов долго бился, но, наконец, добился намеченной цели. Ящик их отворялся, чтобы дать выйти под прелестную музыку маленького марша двадцати четырем мальчикам, представлявшим часы и несшим зажженные фонарики. Костюм их, желтый с белым, напоминал форму придворных скороходов. В дюертисменте второй картины, происходившей в волшебных садах Армиды, мне все казалось, что программа этого придворного фестиваля недостаточно насыщена, и отсюда родились целых три в начале непредвиденных номера, которые затем в парижской редакции были исключены. В воспоминаниях о балете Александр Николаевич Бенуа говорит только о двух сокращенных номерах «Похищение из Сираля» и «Танце теней». Возможно, что появление из земли четырех магов с вызванными ими хороводом теней и пляской ведьм-вакханок можно было рассматривать то как один, то как два последовательных и тесно связанных между собою эпизодов. То были похищения из Сираля, появления из земли четырех магов, вызвавших целый хоровод теней и ведьм-вакханок и безобразных сатиров. Музыка появления магов и теней была в Париже использована под то «Паде Труа», в котором впервые перед парижской публикой появился Нижинский в сопровождении Корсавиной и Александры Федоровой. Каждое такое мое новое изобретение требовало совещаний с Черепныйным и с Фокином. Первый создавал музыку, второй танц. Эти совещания, это тесное сотрудничество, принадлежит к моим самым приятным воспоминаниям. Мне думается, и для обоих моих приятелей это было так. Три дня в неделю я оставался в Петербурге, ночуя в квартире Лансере, и тогда проводил почти все время в декорационной мастерской. Не все и там клеилось. Всю предварительную работу, механическую, перенос моих эскизов на гигантские площади холста, исполнили прикомандированные дирекции художники Эммэ и Экк. Вполне удовлетворительно. При чудесном знании дела первого все обошлось без каких-либо ошибок и недоразумений. Но когда дело дошло до красок, то тут у меня стали происходить трения именно с Эммэ. Впрочем, всю центральную часть павильона, первая и третья картины, на которой надлежало для обмана зрения представить сложнейшую комбинацию лепных драпировок, из-за которых то тут, то там выглядывают и барахтаются ноги и фигуры гениев и амуров, все в стиле бешеного барокко, все это написал я сам. И хоть вначале я с непривычки порядком рабел, однако довольно скоро я освоился и эффект получился вполне иллюзорный. С фоном же садовой декорации произошла маленькая драма, а именно вечернее небо над садами. Я начал согласно своему акварельному эскизу, но Эммэ за одну ночь все переписал по-своему и жестоко испортил, внеся в общий красочный эффект что-то приторное и банальное. Пришлось почти все смыть и написать вновь. Однажды Фокин обратился ко мне с просьбой придумать еще какую-либо роль, в которой была бы дана возможность выдвинуться необычайно талантливому, только что окончившему театральное училище, юноше. Это был Вацлав Нежинский. Уже сюжет был теперь весь установлен. Все действующие лица получили свое место и назначение, и я не без некоторого сопротивления уступил балетмейстеру. Пришлось изобрести какого-то любезного раба армиды, что давало танцовщику возможность не переставая находиться рядом с главной балериной и ее, когда нужно поддерживать, тогда как наш чудесный Герт, которого я насильно уломал взять на себя главную роль Рене, только бы брал позы и вел бы исключительно мимическую роль. Работа шла у меня по всем статьям полным ходом и вполне удачно. Я весь ушел в нее и вовсе не заботился, что происходит в дирекции театров, считая, что у меня установились наилучшие отношения с начальством, и вдруг, без предупреждения, около 20 июля, ко мне в мастерскую нагрянул сам Крупенский в сопровождении двух чиновников. Войдя, он еле со мной поздоровался и сразу потребовал у моих помощников в какую-то расходную книгу. В чем было дело? Что случилось? В чем кто-то провинился? У меня к материальной стороне не было никакого касательства, я так и не понял. Крупенский же так и не удостоил меня ни малейшим объяснением. Очевидно, дело заключалось в обнаружении каких-то хищений, о которых ему донесли, и, вероятно, он счел меня как-то к тому причастным или за что-то ответственным. Пробыв в мастерской час, он с тем же видом разгневанного сановника отбыл со своей свитой, не подав мне руки. Предупреждение милого Аргутинского сбылось. Самодурство Крупенского выявилось вовсю. Я был вне себя от бешенства, тем более, что во все время своего посещения ревизор ни с какими вопросами ко мне не обращался. И вот с этого дня так чудесно установившаяся атмосфера уступила место известной тревоге и раздражению. Я мог каждую минуту ждать какого-либо осложнения. Отныне всякие встречи с Крупенским сделались мучительными. И насколько это было возможно, я избегал их. А когда работа над постановкой была перенесена в самый театр, это произошло в сентябре, то встречи стали неизбежными. И мне ничего не оставалось иного, как взять в отношении Крупенского такой же до дерзости пренебрежительный тон, какой он взял в отношении меня. Когда же являлась для меня неотложная необходимость в чем-либо для постановки, я обращался к другим чиновникам, минуя Крупенского. В этом была неприятная сторона дела, тогда как приятное заключалось в том, что я с головой ушел в театральную работу и все время чувствовал, что наконец попал в свой мир и в свое дело. Не все и тут шло гладко. Возникали недоразумения. То в мастерских женских и мужских костюмеров, а то с париками. В моем балете парики играли «Немиджи Коаффер потребовал противопоставить моим требованиям раз навсегда принятую рутину. Чтобы добиться исправления, приходилось знакомиться в деталях с той или другой техникой. К счастью, таких же уточнений не требовалось в беседах с бутафором-скульптором Евсеевым, который сразу схватывал все, что было характерно в моих рисунках, и превосходно справился с задачей. На нем лежало изготовление изощренных шлемов, гротескных масок для сатиров, монументальных часов, всякой мебели, всяких пластических подробностей на панцирях, голенях и так далее. Чудесный он был мастер. И какой скромный, какой малотребовательный, подлинный художник в душе. Такими же подлинными художниками проявляли себя два других реализатора моих пожеланий. Начальник красильной мастерской и воспитанный Головиным бывший живописец-декоратор Сальников и машинист Филиппов. Без обостренного чувства красок первого, тот красочный эффект, на который я рассчитывал, не был бы достигнут. Что же касается Филиппова, то это был совсем юный человек, состоявший помощником ушедшего в отставку Бергера, и будучи маленького роста и вообще очень невзрачной наружности, он не внушал большого доверия, однако он блестяще справился со своей сложнейшей машинной частью. Декорация павильона разверзалась на глазах у публики на составные части и снова составлялась. И также без осечки происходили всякие другие превращения, появление из-под пола и провалы целых групп разных персонажей и так далее. С этим Филипповым, совсем простым, до того времени молодым человеком, которого Крупенский назначил ко мне, быть может, не без коварного намерения сделать мои проблемы неисполнимыми, у меня в те годы завязался род дружбы. Личного опыта у него было еще мало, и ему до многого приходилось доходить почти наугад. Однако чисто русская смекалка и совершенно исключительное усердие выручали. Все сошло действительно как бы по волшебству, и уже на репетициях я радовался, видя, как безошибочно, без малейших задержек осуществляются и самые, казалось, необычайные эффекты. Ах, театр, что это за божественная игрушка для тех, у кого и в зрелых годах сохраняется, как то было у меня, нечто детское. И таких прирожденных людей театра немало на свете. На них все и держится. Таков мой сын Николай, таковы мои друзья Добужинский и Бакст. Но совсем иного порядка те бесчисленные художники, которые за последние десятки лет контрабандой проникли в театры, которые позволяют себе в нем свои фиглярства и шалости, вовсе не заботясь о том, чтобы создать нечто перенительное и соответствующее музыке и данному литературному произведению. Что ж касается до Филиппова, то он оказал мне еще неоценимые услуги в 1923 году при постановке на Александринской сцене мещаниного дворянстве Мольера. Не подвел и электротехник, хотя ему мой балет ставил немало трудных и разнообразных световых задач. То возбуждение, род какого-то экстаза, из которого я в течение нескольких месяцев не выходил, пока создавался мой балет, это возбуждение еще обострялось каждый раз, когда я входил в личный контакт с композитором и балетмейстером. Между нами тремя царило полное согласие. С Фокином я познакомился не сразу по своему возвращению из Парижа. Он был где-то в отпуске, отдыхал на даче. Подоспел же он тогда, когда у меня все было сочинено, все слажено, и ничего не приходилось ему додумывать. И вот от того ли, что все это придуманное ему понравилось, от того ли, что я обладал тогда значительной авторитетностью, смягченный, хвастаться так хвастаться, тактом, который я приобрел с годами, пройдя через всякие уроки жизни. Но Фокин, бывший на 10 лет моложе меня, совсем соглашался и изо всех сил старался меня до конца понять и мне вполне угодить. Фокин совсем соглашался. Я старался принимать все его, Бенуа, планы без возражений. В этом было больше уважения к нему как к автору либретто и знатоку стилей, чем полного согласия, замечает в своих воспоминаниях Фокин против течения, страница 186. Фокин, не обладавший бог знает какой культурой, на этой работе и в контакте со всей нашей группой учился и вполне сознавал пользу от этого учения, в чем он не раз мне признавался. Он черпал у меня все, что могло ему пригодиться и не только для данного случая. Но и я сам проходил в этой работе известный курс учения. Я впервые соприкасался с обожаемым мной с детских лет балетом и все более и более оценивал этот совершенно особый мир, этих совершенно особых людей, не похожих ни на оперных, ни на драматических артистов. Балетные люди точно вылеплены все из другого теста. У них своя совершенно особая психология, особое воспитание. При всей детскости их в них живет какое-то очень серьезное и прямо благоговейное отношение к собственной профессии. В большинстве случаев это подлинные художники. И не только первые роли, не только те среди них, кто обладает особым дарованием и особой интуицией, а главное способностью извлекать из музыки нужную для них подсказку, но и почти вся анонимная масса кардебалета. Разумеется, и среди них попадаются недостойные элементы, пошляки, продажные души, гадкие интриганы и циники, но не на них держится весь храм Терпсихоры. Вот я упомянул имя того божества, которое ведает танцем и танцевальным действиям. И это вышло у меня естественно. Вся атмосфера балетного дела пропитана каким-то культом. Впрочем, на эту тему можно говорить без конца. Мне же нужно теперь докончить рассказ про павильон Армиды, про то, с чего все началось. Началось же то, что затем вошло в историю под названием прославленных на весь мир русских балетов. Что касается доисполнителей, то с самого начала роль первого любовника была мной предназначена любимцу моему с детских лет Павлу Андреевичу Герту. Но мне стоило немало усилий, чтобы преодолеть его сопротивление и убедить его взять эту роль. Сам он считал себя слишком старым, ведь уже в 1885 году чествовалось его 25-летие на сцене, и он уже давно перешел на мимические роли. С грустью улыбаясь, он указывал на свой чуть выдающийся животик. Причем его пугало еще и то, что оба его костюма требовали для ног тесно прилегающее трико. Моментами и я начинал колебаться. Не лучше ли дать эту роль кому-либо помоложе, а в первую голову тому же моему новому приятелю Фокину, которым я уже имел случай любоваться как первоклассным танцовщиком, и который с первых же шагов данной работы успел высказать столько чуткостей и понимания. Но сам Фокин решительно отклонил мое предложение, ссылаясь на то, что ему будет слишком трудно руководить постановкой, если он сам при этом будет в ней занят и должен будет каждую минуту всюду поспевать. Сомнение же мое относительно Герта обострилось, когда я увидел его на первой же полной репетиции без костюма и грима в самой близи. Он мне оказался скованным, а игра слишком условной, почти ходульной. Но когда я затем увидел его на сцене в двух его костюмах, первый представлял молодого Дэнди в дорожной одежде начала девятнадцатого века, второй по оперному «Сказочного рыцаря», то мои сомнения рассеялись. То, что в зале театрального училища казалось чуть чопорным, лишенным настоящей жизненности, то в условиях сценической оптики поражало отчетливостью намерений и в то же время бесподобным изяществом. Я пришел в восторг именно от игры милого Павла Андреевича, от того самого Герта, который был когда-то таким идеальным кавалером Цукки и Брянцы, а в еще более давнее время Евгении Соколовой и Вазем, и которого на склоне лет в 1907 году ему должно было быть около 60 лет, я был счастлив увидеть в балете мною сочиненном. Роль Армиды с самого начала была предназначена нашей прима-балерине Матильде Феликсовне Кшесинской. Этот выбор принадлежал Фокину, не потому, что она воплощала какой-то его и мой идеал, а потому, что ему хотелось быть абсолютно уверенным в безупречном мастерстве главного действующего лица. Что касается до мастерства, то действительно нельзя было желать ничего лучшего, нежели то, чем гордилась наша сцена в лице ее звезды первой величины. Хоть как раз стал выдвигаться целый рой новых и даровитых танцовщиц, хоть по-прежнему вполне заслуженными любимцами публики продолжали быть Преображенская, Трифилова и Седова, все же совершенно особенным блеском отличалась именно Кшесинская. От природы ей, пожалуй, не хватало поэтичности и того неуловимого оттенка, что возводит артиста на степень божественности. Но как раз в данной роли и не требовалось выявление чего-либо особенно трогательного. Армида не была реальным живым существом, обладающим всей гаммой чувств. Это наваждение, мираж. И вот всего за две недели до назначенного дня спектакля и когда уже все было установлено и свою роль Кшесинская вполне усвоила, она без всяких видимых причин, но с благосклонного согласия начальства и не без коварства отказалась от участия в павильоне. В этом и я и Фокин не без основания увидали подтверждение того, что не все в высших сферах обстоит благополучно в отношении к нашему балету. Но как раз тут спасла положение Анна Павлова. Она сразу заявила, что готова взять на себя роль Армиды и что она уже успела на репетициях к ней присмотреться. С Павловой в те времена у меня установились дружественные отношения. Я стал возлагать на нее самые светлые надежды с самого того момента, когда она, едва окончив театральное училище, стала выступать совсем юная и тонко привлекательная в разных второстепенных ролях. Вскоре я познакомился и лично с ней, и с ее будущим супругом господином Дандре. Это была очень приятная пара, очень гостеприимные хозяева. Я нередко бывал у них и хорошо себя у них чувствовал. Такое же отношение к Павловой было у моих двух ближайших друзей, у князя Владимира Николаевича Аргутинского Долгорукого и у Сергея Сергеевича Боткина. Наконец, втайне я мечтал, чтобы именно Павлова украсила своим участием мой балет. Но тогда, в самом начале, по причинам уже указанным, Фокин отклонил ее кандидатуру и остановил свой выбор на Кшесинской. До чего мы были теперь обрадованы, когда, независимо от нас, все обернулось в угодном для нас смысле. Сразу деморализация, получившаяся от отказа Кшесинской, сменилась ликованием. Лучшие армиды, чем Павлова, нельзя было себе вообразить. Еще два слова о моем знакомстве со столь замкнутым для посторонних театральным училищем. Это произошло в начале осени, в момент, когда Фокин решил, что его работа настолько оформилась, что ее можно теперь представить мне на суд. Если же я в качестве автора что-либо не одобрил бы, то еще было время это исправить, видоизменить. Репетиция всего балета произошла без декораций, без костюмов. Декорации были написаны, но ждали своей подвески, а бесчисленные костюмы еще кроились и шились. Не на сцене Мариинского театра, а в танцклассе театрального училища. Меня ввел туда Черепнин. Он же, а не присяжный пианист, сидел в этот день за роялем. Уже подымаясь по лестнице, я услышал жужжание юных женских голосов, а когда я переступил через порог зала, то ощутил специфический удар по всему своему существу. Я вступил в подобие Магометова рая. Меня окружили сотни оголенных плеч и рук, и все эти милые девы в своих белых газовых юбочках тю-тю никому не разрешалось тогда являться на репетиции в каких-то рабочих трико или в костюмах по собственному вкусу показались чарующими, и все их движения полными неги и ласковых обещаний. В этой большой но голой зале с окнами по обе стороны стоял особый дух, особая эманация женственности. Были здесь и взрослые танцоры, и мальчики-воспитанники, пожалуй, не в меньшем числе, нежели танцовщицы, однако господствовали Евины дочки, и это сразу настраивало по-особенному. Циник Черепнин выразил аналогичное чувство, проговорив «Мясо-то сколько мяса!» Это тогда же, в тот же день, я увидел помянутую уже мало мне угодившую игру Герта. И тогда же я познакомился с артистом, которому уже через два года суждено было получить некий легендарный ореол. Скромный, робкий, конфузливый юноша, что стоял, прислонившись к роялю, именно и был тот танцор, особенно отличенный Фокином. Небольшого роста, плотного сложения, с довольно простецким, вовсе не артистическим, а скорее даже обыденным лицом, Вацлав Нежинский производил скорее впечатление какого-то мастерового, а отнюдь не полубога. Не скажу, что и танцы его тогда меня поразили. Далекий прыжок на сомкнутых ногах, с которого начиналась его вариация, был довольно удивительным, скорее акробатическим фокусом. Не всякий бы это сделал с такой уверенной легкостью, точно это ему не стоит усилий. Но мало ли какими трюками мы были избалованы. Потребовалось мне увидеть Нежинского в костюме, на сцене, чтобы по-должному оценить все его искусство, все его обаяние. Я попробовал заговорить с ним, но он до того смутился, до того растерялся, что ничего, кроме каких-то да и нет, я от него не добился. Уже с самого грозного появления Крупенского летом в декоративной мастерской я почувствовал, что наше дело утратило благоволение начальства, и где-то вокруг зреет интрига, нечто мне и Фокину враждебное. Надо вспомнить, что Михаил Михайлович вовсе не был желательной особой в дирекции, а что напротив он навлек на себя крайнее неудовольствие начальствующих лиц с момента, когда года полтора назад он выступил с каким-то требованием от имени товарищей, недовольных устарелыми порядками в управлении балетной труппы. То была пора, получившая прозвище первой революции. И кто тогда только не протестовал, не требовал, не обличал. За эту дерзость Фокина чуть было не исключили со службы. На силу его удалось отстоять. Но и прощенный он продолжал состоять на подозрении. И это сказывалось каждый раз, как ему приходилось обращаться с чем-либо к дирекции. Таким образом, из нас троих один только черепнин продолжал быть на добром счету. И когда мне или Фокину что-либо надобилось, то черепнину поручалось это провести, что он делал без особенного удовольствия. Однако это враждебное к нам отношение пока что не проявлялось в чем-либо определенном. Выявилось же оно в инциденте с отказом к Шесинской и еще более, когда настал момент назначения генеральной репетиции и на следующий же день спектакля. Никто из дирекции за последнюю неделю к нам не наведывался. Но от своих соглядатаев их бывает всегда много при всяком деспотическом режиме, а режим Крупенского был несомненно таковым, начальство знало, что все в постановке еще далеко не налажено и даже не было ни одной пробы в костюмах и в декорациях. Внезапно назначенное, несмотря на протесты Фокина и состоявшееся генеральное, явило картину полного хаоса. Артисты в новых для них нарядах, с новыми головными уборами, не узнавали друг друга, сбивались, путали. Машинисты были более озабочены тем, как бы никто не провалился в поминутно открывающиеся люки, и потому не поспевали со своими переменами за музыкой. Тут в суматохе толпился чуждый для балетных элемент, хористы оперы. Черепнин с большим вкусом ввел человеческие голоса за сценой, как раз в момент начинающегося колдовства. Фокин разрывался на части и постепенно терял свой опломб. И вот среди репетиции совершенно для себя неожиданно во мне созрело чувство какого-то долга перед собственным детищем. Надо было во что бы то ни стало спасти положение, иначе говоря, во всеуслышание излить свое негодование, свою авторскую тревогу, и в то же время снять с себя ответственность за провал. Тут я вспомнил о брате Бакста, об этой газетной крысе, об Исайке Розенберге. Вообще мы держали его по совету того же Левушки на большой дистанции, однако за последнее время Исай Самойлович очень повысился в чине в своей петербургской газете и теперь заведовал там светской хроникой. На мой телефон во время перерыва в репетиции он с радостью предоставил себя к моим услугам, однако отказался приехать в театр для интервью, а посоветовал, чтобы я сам целиком сочинил такую с ним беседу и ему ее доставил. При этом Исай ручался, что он ее тотчас проведет и завтра моя статья в форме разговора с сотрудником газеты появится. Тут же, не выходя из театра, я эту беседу сочинил и сразу же отправил с посыльным в редакцию газет. К моему большому изумлению, статейка, занявшая два столбца, действительно, на следующее же утро появилась. Павильон Армиды у Александра Бенуа, Петербургская газета, 1907 год, 18 ноября. Петербургская газета не славилась высоким культурным уровнем. Напротив, за ней установилась репутация довольно низкопробной сплетницы и скандалистки, зато ее все и всюду читали. Неминуемо должна была прочесть мой обличительный вопль и театральная дирекция. Она действительно прочла ее, но действие ее превзошло все мои ожидания. Всемогущая дирекция императорских театров не на шутку встревожилась и была поколеблена в своем олимпийском величии. Спектакль, который должен был идти на следующий день, в воскресенье, был отложен на целую неделю. И на эти семь дней нам предоставлялась сцена в полное распоряжение, а главное были назначены две экстренные генеральные репетиции полные в костюмах и с оркестром. Придя в театр, я нашел там всех в сборе и в чрезвычайном возбуждении. Меня поздравляли точно полководца, одержавшего решительную победу. Крупенский же и теперь не показывался. В своем интервью я его лично обличал в злом умысле под прозрачной маской некоего в вицмундире. Но в один из ближайших дней пожаловал вернувшийся из отпуска сам Телековский и на обеих генеральных присутствовал и его помощник любезнейший Вуич, который первым долгом заверил меня, что дирекция готова исполнить все мои пожелания. Я тотчас же этим воспользовался, чтобы получить разрешение украсить шлемы пленных рыцарей колоссальными страусовыми султанами, в чем до тех пор мне было из экономии отказано. Телековский был изысканно любезен со мной и даже подсев ко мне рядом в креслах сделал мне как живописцу несколько комплиментов. Самый спектакль сошел блестяще. Театр был битком набит, даже в проходах к портеру набралась, несмотря на протесты капельдинеров, масса народу. Враждебная нам интрига провела еще один бессмысленный подвох. Наш балет новинка был назначен после всего Лебединого озера. И это с несомненной целью, что пусталым зрителям он пришелся в тягость. Однако этого не случилось. Балет шел под сплошные аплодисменты. Многие номера были бессированы, а в конце театр просто вопил. Вызывали артистов и авторов, выходили много раз держась ручка за ручку Павлова, Фокин, Герд, Черепнин и я. Но лучшим вознаграждением за весь труд и за многие страдания мне было то, что Сережа Дягилев, пробившись через запрудившую при разъезде вестибюль театра толпу, стал душить меня в объятиях и в крайнем возбуждении кричал «Вот это надо вести за границу». В те дни он был занят приготовлением спектаклей Бориса Годунова в Парижской опере и одновременно у меня с ним назревало какое-то категорическое требование показать Европе, кроме гениальной оперы Мусоргского, русский театр вообще, а в частности повезти за границу и наш чудесный балет. Упомяну еще здесь об одном довольно-таки огорчительном случае, происшедшем во время подготовительной работы над постановкой павильона Армиды. Близкие друзья, заинтересованные в созревании постановки, не раз наведывались в театр во время очередной репетиции и свободно проходили в зрительный зал. Чуть ли не каждый день заезжал Боткин и каждый день заглядывал Аргутинский. Несколько раз побывал Варечка Нувель. Явился и Сережа Дягилев, который следил за тем, что творится на сцене. Ему, вероятно, вспомнились те времена, когда он также восседал во время репетиций, но в виде причастного к начальству лица. И тут-то в самый разгар танцев к нему подходит полицмейстер театра и просит его покинуть зал. Я запротестовал и собрался телефонировать Теликовскому, но полицейский отклонил всякое мое вмешательство, указав на то, что распоряжение исходит как раз от самого директора и что оно касается именно Сергея Павловича. Глава пятая Фокин Старинный театр Дягилев и исполнил свое намерение в первом же сезоне своих парижских спектаклей в 1909 году. Мало того, именно с павильона Армиды и начались столь затем прогремевшие на весь мир русские балеты. Наконец, в павильоне Европа впервые увидела танцы Нежинского и хореографический гений Фокина. Самые первые овации парижской публики достались именно павильону и лишь через несколько дней, через две недели, еще больше энтузиазм вызвала Клеопатра. Бенуа подробно рассказывает о парижских балетных сезонах в воспоминаниях о балете. Из отзывов прессы особенно мне польстил тот в каком-то театральном журнале комедия, что был подписан Роберт де Монтескью. Милый Роберт не пропускал ни одного спектакля. Однако он еще больше оценил Иду Рубинштейн, которая вообще совсем свела с ума парижан и даже затмила Павлову, что как будто вызвало досаду последней, отказавшейся в следующем сезоне от участия в Дягилевском спектакле. Но этим триумфом Ида была обязана не танцем. Она и не танцевала, а лишь ходила. Но как ходила, с какой царственностью, с какой красотой жестов, а была она обязана своей удивительной пластике и выразительности своей мимике. В дальнейшем возили павильон и в Монте-Карло, и в Рим. Наши спектакли давались в Констанце во время большой международной выставки. В Риме мы неожиданно наткнулись на интригу, но она была не против нас, а было нечто междоусобное, и выразилась эта интрига в забастовке некоторых частей, служащих в театре. К счастью, на посту оставался носатый как полишинель добродушный и благожелательный, щедро вознагражденный, заведующий бутафорией, которого мы прозвали господин Сигарошник. И с нами были два или три русских рабочих. Благодаря его советам и их смекалке спектакли все прошли вполне благополучно. Однако и Дягилеву и мне пришлось играть непредвиденную роль директоров сцены. Сережа даже просиживал весь первый спектакль в суфлерской будке, откуда он руководил всеми световыми весьма сложными эффектами, а я должен был нажимать то на одну, то на другую из сигнальных кнопок, вызывавших всякие подъемы и провалы. А их было в самом балете больше, чем в каком-либо ином, и я боялся как бы с непривычки не ошибиться, не напутать, как бы не нажать на провал, когда требовался подъем, и наоборот. Как раз с одним из этих подъемов произошел несчастный случай в Монте-Карло. Заведующий афишей и программами, не могу вспомнить его фамилии, прибыв из Ниццы с корректурными листами для утверждения, бегом перекосил сцену и, отстранив специально сторожившего над люком, который должен был опуститься маэстро Чикетти, ступил в открывшуюся пустоту и слетел несколько этажей до самого низа. Удар о землю был настолько силен, что с его пальцев слетели кольца. Когда мы все спустились в третий подвальный, то перед нами лежал труп. Рауль Гинсбург, директор театра, горько заплакал. Этот провал я после этого случая отменил совершенно. Он же павильон удостоился фигурировать в качестве спектакля гала в Лондоне во время торжеств, ознаменовавших коронацию короля Георга V в 1911 году. И все же ныне я не могу не констатировать, что этот мой балет забыт, и что сложившаяся легенда о русских балетах как-то молчит о том, с чего все началось. Возможно, что в советской России его продолжают давать. Я слышал, что первоначальные декорации погибли, сгорели, но что по моим эскизам, хранящимся в русском музее, постановка была возобновлена, и балет шел с успехом. Но за пределами России павильон больше нигде не идет, и даже при жизни Сережи после первых трех сезонов он был исключен из репертуара. Все же одна из декораций, а именно сады Армиды, в виде совершенно выцветшей тряпки, продолжала ходить в антрепризе и Дягилева, и Де Базиля, но уже в качестве фона того дивертисмента, что Дягилев состряпал из балета Чайковского, снабдив его названием «Свадьба Авроры». Эту свою декорацию, эту печальную тень прошлого я с грустью увидел в Лондоне, в Ковингардене летом 1947 года. Одна из основных причин, почему павильон был преждевременно сдан в архив и вообще не приобрел популярности, какой пользовались наши другие постановки, как «Жизель», «Жарптица» и особенно «Петрушка» объясняется тем, что полная постановка павильона чрезвычайно сложна, что она требует особых сценических приспособлений и очень большого числа фигурантов. Большую сложность представляют и самые танцы, и вся драматическая сторона, но повинен, пожалуй, в забвении и самый характер моего балета, отсутствие в нем чего-либо сугубо модернистического. Да и не для того я его в свое время придумал, чтобы горцевать каким-либо новшеством. Напротив, его настоящим назначением было возродить балет, как многоактный пышный спектакль в несколько старомодном вкусе, возродить то самое, что меня так пленило в моем детстве и в юности, когда я с ненасытным восхищением, затаив дыхание и весь дрожа от возбуждения, следил за тем сказочным, что творилось на сцене в дочери фараона и в баядерке и особенно в спящие красавицы. Работа над постановкой павильона Армиды привела к чему-то вроде дружбы с Фокином, а все вместе пережитое как-то особенно сплотило нас. Я теперь часто стал бывать у Фокинах, в их незатейливой квартирке у пяти углов, часто в беседе за самоваром я там застревал до двух и трех часов ночи. Не могу сказать, что супруга Михаила Михайловича была мне особенно симпатичной. Вера Петровна в балете ее не иначе звали как Вераша была тогда особой совсем юной и могла бы считаться хорошенькой, если бы не слишком выдающийся нос. Симпатичности ее вредило и то, что слишком чувствовалось, что она в контрасте со скорее обеспеченным супругом очень склонна была к материальной стороне дела. Она же несравненно хуже переживала всякие обиды, неизбежные в театральной жизни, которые испытывали и муж, и она сама, всякие неприятности на службе и постоянно настраивала его на обидчиков, как действительных, так и воображаемых. Позже, когда Фокин стал много зарабатывать, в ней сказалась корысть, типично женского оттенка. Она накупала всяких драгоценностей и стала появляться даже на самых интимных дружеских приемах, вся увешанная бриллиантами. Напротив, живейшую симпатию я сразу почувствовал к почтенной матушке Михаилу Михайловичу. Она была германского происхождения и по-русски говорила с сильным немецким акцентом, с довольно потешными ошибками. Она в те времена заведовала хозяйством недавно соединившихся браком Михаила Михайловича и Вираши и очень любила угощать. Для всей балетной труппы не было секретом, что Михаил Михайлович был много лет безумно влюблен в совсем юную и очаровательную Корсавину. Однако на три его предложения руки Тамара Платонна ответила отказом, после чего он и женился на Вираши, затаив долго неостывавшую обиду на свою прежнюю пассию и вымещал свою обиду не без напущения Вираши во всяких придирках. Вся наша группа принадлежала к поклонникам Тамары и наша поддержка много сделала как лично в моральном так и в чисто карьерном смысле для Корсавиной. Стол вечернего чая был заставлен не очень утонченными но привкусными закусками бутербродами пирожками домашнего приготовления. Почти всегда когда я бывал у Фокинах меня сопровождал Бакст но очень скоро у него установились с Фокином какие-то деловые отношения несколько конспиративного стиля. Фокин стал тогда давать уроки балетного танца какой-то незнакомки из общества с которой был знаком и Левушка о ней-то они все время и шушукались. Возможно что Фокин привел к ней Левушку возможно и обратное что Левушка указал этой таинственной особенно Фокина как на идеального преподавателя. Как бы то ни было они теперь то и дело при мне обменивались какими-то для них только понятными полусловами и это меня порядочно злило. Лишь спустя несколько месяцев тайна раскрылась. Таинственная ученица Фокина оказалась Идой Рубинштейн но вплоть до нашего первого парижского сезона в 1909 году оба заговорщика держали открытое имя сокровище как бы под спудом что не мешало рождению легенды которая расцвела вскоре пышным цветом. Рубинштейн Ида Львовна 1880 1960 танцовщица любительница завоевавшая большой успех как актриса мемистка выступала в русских сезонах в балетах Клеопатра Шехерезада и других позднее основала собственную балетную труппу с которой выступала до Второй мировой войны в дальнейшем посвятила себя благотворительной деятельности Таинственная особа и гениальна как артистка и к тому же несметно богата В то же время она отличалась удивительными и даже единственными странностями Она готова была идти для достижения намеченной художественной цели до крайних пределов дозволенности и даже приличия вплоть до того чтобы публично раздеваться догола При этом она была бесподобно красива и удивительно одарена во всех смыслах Наконец она принадлежала к высшей еврейской знати которая крайне неодобрительно относилась к такой сценической одержимости и всячески ставила и деприпоны на ее пути к достижению идеала Все это окружало личность ученицы Фокина принительным ореолом Багст прямо млел рассказывая про нее все еще не называя ее имени а Фокин усердно подтверждал Но не в одних разговорах и пересудах проходили мои частые собеседования с Фокином а в сочинении всяких проектов Один из них приобрел тут же форму известной реализации Уж очень хотелось продолжить наше сотрудничество и как раз тогда какой-то коллектив учеников Академии художеств в точности не запомнил название обратился к Фокину с просьбой что-нибудь поставить на устраиваемом ими вечери Мы за это ухватились и наладили целый маленький спектакль с постройкой в зале того клуба на Литейном что был нанят академистами целого театрика в качестве нескольких своих старых любимцев все еще огненного Бекефи, взявшего на себя сложную роль Орликина, он же переодевался в доктора, сильно постаревшую и отяжелевшую Марусю Петипа, предмет моего ребяческого увлечения, и чудного Мимачекетти для роли Панталона. Хотел я притянуть к делу одного своего любимца, уже тоже отставного Лукьянова, на роль Пьеро, но он наотрез отказался, откровенно признавшись, что он не хочет портить своих отношений с Телековским и Крупенским. Лукьянов в эти годы жил в квартире рядом с нами, на Адмиралтейском канале, и доставлял мне жестокие страдания, бренча на рояле целые дни излюбленные им места из дочери Фараона. Я неоднократно впадал из-за этого, музыка мешала мне сосредоточиться на своей работе в отчаянии и в бешенстве проклинал своего соседа. Не думаю, однако, чтобы эти проклятия привели Лукьянова к скорой кончине. Я же придумал какой-то чепушистый сюжет в стиле итальянской комедии XVIII века с несколько непристойной проделкой Орликина. А в качестве музыки решил использовать прелестные, когда-то самим Моцартом одобренные, сонатины Клементи. Незатейливую оркестровку коих Фокин поручил своему композитору и дирижеру Келлеру, с которым он находился в контакте. С поставленной задачей, добропорядочной и музыкально вполне грамотный Музикус, справился вполне, и получилась партитура довольно пикантная и изящная. Писание единственной декорации взяло не более недели времени, и на последней репетиции все нам показалось довольно удачным и забавным. Увы, не так отнеслась к нашему шуточному творчеству публика. Точнее, наш балет вызывал в юношах, пришедших на бал не для того, чтобы быть зрителями, а для того, чтобы самим танцевать, полное и даже неодобрительное недоумение. Лишь кучка, человек в тридцать, столпилась у сцены и довольно безучастно глядела на то, что на ней происходит. Остальная же масса продолжала свое гуляние по всем залам, забавляя смешливых барышень, а то и громко споря, распевая песни. Иначе описывает спектакль Фокин, по словам которого публика покатывалась со смеха против течения страницы 135. Когда же через четверть часа спектакль под жиденькими аплодисментами кончился, и Маруся получила от заправил вечера тощий букет, то в воздухе почувствовался некий вздох облегчения. Оркестр под управлением того же Келлера грянул первый фигурный кадриль, и бал, наконец, начался. Мы не были огорчены этим фиаско. Эта общая работа достаточно нас позабавила. Нам просто приятно было быть вместе и тешить друг друга выдумками. Вскоре Фокин поставил балет в феврале 1908 года для какого-то благотворительного спектакля. Первая редакция Шопиньяны на музыку в оркестровке Глазунова была впервые показана на сцене Мариинского театра 10 февраля 1907 года. Вторая редакция на музыку в оркестровке Келлера 11 марта 1908 года. Балет этот не имел какого-либо определенного сюжета. Все его содержание сводилось к музыке, в каком-то пластическом выявлении музыки. А музыка, вдохновившая Фокина, состояла исключительно из произведений Шопена, из прелюдов, вальсов и мазурок. То было до некоторой степени запоздалой данью того увлечения, которое вызвало в Фокине искусство Айседоры Дункан, в еще более сильной степени сказавшегося в его первом балете «Евники». Балет был показан 10 февраля 1907 года в один вечер с первой редакции Шопеняны. Сценарий балета «Евника», «Эвника», «Евники» был написан Стэнбок Фермером по роману Сенкевича «Каму Гридеши». Музыка, принадлежавшая композитору-дилетанту Щербачеву, была банальной и слабой. Однако, по словам самого Фокина, его танцы производили впечатление какой-то подлинной и невиданной до того на балетной сцене античности. Имели связь с драматическим сюжетом балета и его выражали. Против течения страница 167. Ведь и Айседора не представляла чего-либо, а только танцевала музыку. Однако в угоду этому увлечению, успевшему за четыре года несколько охладеть, Фокин не пожелал отказаться от носков и прочей классики. Свой же живописный эффект он строил в данном случае на белой дымке тарлатановых тюник на каком-то нейтральном бесцветном фоне. Я как раз тогда познакомил Фокина с искусством Дега. Когда же на первой репетиции на сцене Мариинского театра я увидел, что получается из этого белого балета, я пришел в такой восторг, что сразу же пристал к Сереже с требованием включить этот балет, эту шопиняну, в репертуар спектаклей, который мы теперь уже твердо решили вести на показ за границу в первую голову в Париж. Сначала Фокин думал ограничиться просто каким-либо серым однотонным фоном, но потом ему понравилась моя мысль заставить эти белые видения порхать на чем-либо пейзажном, опять-таки довольно нейтрального характера. Терековский позволил использовать для этой цели одно из звеньев той длиннейшей лесной панорамы, что проходила в глубине третьей картины спящей красавицы, и для того, чтобы остановить наш выбор на каком-либо из этих звеньев, нам была продемонстрирована вся панорама. В последний раз я видел тогда шедевр Бочарова. Свой выбор мы остановили на том звене или моменте, когда чаще деревьев наиболее густеет и представляет собой рот непроходимых зарослей. Это и был достаточно нейтральный фон. Однако позже для Парижа я же придумал для Шопиняны, переименовав ее в сельфит, особую декорацию, а именно нечто вроде запущенного кладбища, над которым высятся развалины готической капеллы и восходит луна. С самого того дня, когда весной 1884 года, а может быть 85-го, я случайно попал в Большой театр на Жизель, шедшую в самой запущенной постановке. Я возмечтал о том, чтобы увидеть этот поразивший меня своей поэзией балет в достойном виде. Когда мы затевали наш первый театральный сезон оперы и балета в Париже, Жизель не была включена в репертуар. Но я все же захотел улучшить представившуюся оказию и показать публике эту картину, которая мне представлялась соответствующей настроению второго действия Жизели. И отсюда родилась помянутая только что ультраромантическая декорация в Шопиняне-Сильфидах. Через год я все-таки настоял на том, чтобы вести в новой достойной постановке Жизель с Анной Павловой в главной роли. И я же тогда для Жизели сочинил нечто лесное и ультраромантическое. Таким образом, в нашем парижском репертуаре получилось подобие дубликата романтического настроения. Позже в антрепризе де Базиля мою декорацию для Шопиняне они заменили копией с картины Коро. То было возвращение к совершенно бессюжетной декорации. Однако я не мог одобрить такой перемены уже потому, что луврская картина Коро, которую очень точно скопировал для сцены князь Шарвашидзе, слишком известно и к тому же ничего таинственного в себе не имеет. Тогда же был придуман черный с белым костюм, единственного в этом женском ансамбле танцора. Единственная мужская роль в балете, образ романтического юноши-мечтателя, была создана Фокином специально для Нижинского. Не успели еще в нашей компании замолкнуть пересуды и толки, вызванные спектаклем павильона, как меня пригласили в декабре того же 1907 года участвовать в новом театральном предприятии. То была затея, во главе которой стояли Дризен и Еврейнов, ставившие себе целью возродить старинный театр. Иначе говоря, показать ряд постановок средневековых драматических представлений, начиная с мистерий, в том виде, в каком их видели современники. Идея организации старинного театра принадлежала Еврейнову, однако заслуга проведения ее в жизнь Дризену, обладавшему немалыми организационными способностями. После сезона 1907-1908 годов спектакли старинного театра были возобновлены в 1911-1912 годах при участии режиссеров Миклашевского и Будковской и художников Рериха, Лансере, Калмакова, Щуко, Билибина и других. Было что-то парадоксальное и ненужное в таком музейном воскресении омертвевших форм и самих творческих идей, но Дризен, Еврейнов и Миклашевский горели таким энтузиазмом и так настаивали на моем участии, что я согласился к ним примкнуть. Сначала я ограничился тем, что сделал для старинного театра занавес, но затем они трое и присоединившиеся к этой ставке Санин втянули меня в целую постановку, но не какой-либо пьесы, а того, что было названо уличным театром и должно было состоять из всего, что мог видеть средневековый европеец у себя в повседневной уличной суматохе. Тут были и странствующие музыканты, и театр на козлах, что-то вроде Гиньоля с выходом шутов, и, наконец, целый церковный крестный ход. Я, впрочем, сразу отказался от декорации и ограничился сочинением костюмов. Декорацию же передал моему племяннику Евгению Лансере, который и на сей раз обрадовал меня и всех прочих участников той убедительностью и той красотой общего эффекта, с которым ему удалось разрешить поставленную задачу. Остроумный текст этой пьесы, или точнее этого сборного спектакля, принадлежал Еврейнову. Он же и играл роль какого-то общего вдохновителя, найдя в Санине чуть ли не еще более одержимого сотрудника. Меня и Женю Лансере торопили безбожно. Однако, когда дело дошло до самой реализации постановки, то касса всей антрепризы оказалась до самого дна пуста, вследствие чего спектакли, нашедшие в широкой публике довольно равнодушный прием, не дав тех материальных выгод, на которые рассчитывали наши энтузиасты, пришлось прекратить и от уличного театра отказаться. Помянутый мной передний занавес представлял именно протянутую на всю ширину сцены занавеску, из-за которой выглядывали белый ангел, черный косматый черт и совершенно нагия Адам и Ева. Спектакли старинного театра происходили в обширной зале Кононова на Мойке, у полицейского моста. Начинались спектакли с мистерией, разыгрывавшиеся на паперте Романского собора. Всю декорацию Рерих выдержал в свойственных ему тяжелых формах, в густых красках. За этим следовала комедия «Лицедейство о Рубене и Марион», который Добужинский придал очень остроумно стилизованную форму. В этой пьеске особенным забавником проявил себя Миклашевский. Третьим номером программы была «Мистерия», в которой Билибин с особенным удовольствием представил рай и ад, отклонившись на сей раз от своих обычных древнерусских форм. Произвел он метаморфозу над собственным стилем с мастерством и тонким пониманием. Спектакли старинного театра ставили спектакли Еврейнов, Дризен и Санин. Научными консультантами являлись Аничков и Шишмарев. Среди переводчиков были Блок и Городецкий, а музыкальную часть возглавили Глазунов, Сакетти и Сац. В качестве художника выступал Щуко. Первое представление состоялось 7 декабря 1907 года. Вообще надежды на то, что старинный театр окажется чем-то жизненным и займет прочное положение среди всяких других петербургских зрелищ, не оправдались. Это была прелестная в своем роде причуда, мы ее назвали баронской фантазией, что и пленила меня и всех моих друзей. Однако с самого начала я не разделял иллюзий инициаторов и никак не мог поверить в то, что это что-то нужное и жизненное. Иллюзии эти только вскрыли всю наивность, которой отличались и барон Дризен, и его супруга, просадившая немало средств на осуществление своих мечтаний. Первая неудача не помешала тому же Дризену через год или два снова в компании с Еврейновым с каким-то маниакальным упорством вернуться к той же идее, на сей раз, впрочем, посвятив все свои усилия исключительно испанскому театру. Здесь в качестве театрального художника особенно отличался Женя, Евгений Евгеньевич Лансере. Я же в те дни был слишком обременен всякими другими художественными и литературными делами и принужден был от участия в испанском театре отказаться. Между прочим, была поставлена скорее как Курьез и пьеса Кальдерона Лопе де Вега с сюжетом, взятым из русской истории, а именно с тем же сюжетом, который составляет содержание неоконченной драмы Шиллера, трагедии Пушкина и оперы Мусоргского Борис Годунов. И еще одна близкая по духу, скажу прямо по своей беспочвенности, затея относится к тому же времени, а именно вздумали наши театральные эстеты создать в Петербурге то, чем уже не первый десятк лет славился Париж, а для многих русских людей это даже служило главной приманкой Парижа. Я имею в виду парижское кабаре, то есть то вечно разнообразное, причудливое, почти всегда дурашливое зрелище, что временами могло принимать характер чего-то обличительного, но что главным образом потешало даже из самых серьезных людей и что было разбросано по ряду маленьких предприятий на склонах Монмартре. Я забыл, это было так давно, имена главных зачинщиков Петербургского кабаре, но помнится, что то были литераторы, пожалуй, и не из очень удачливых. Этот театрик предполагалось организовать на вновь строящиеся сцене при Петербургском театральном клубе. Мейерхольд писал в письме Гуревич от 9 декабря 1908 года. Юрьев, артист Александринского театра, в качестве члена театральной комиссии, избранной руководить спектаклями на вновь строившемся при театральном клубе-театре, обратился ко мне с просьбой помочь ему в руководительстве молодым делом. Я посоветовал ему составить маленький совещательный комитет, в состав которого я предложил ему из целого ряда известных художников, литераторов, музыкантов, артистов, Бенуа, Сомова, Добужинского, Головина, князя Шарвашидзе, Фокина, Каратыгина, Ремезова, Городецкого, Нурока, Нувеля, Радзивиловича и так далее. К ним примкнуло несколько из наших братьев, художников и сценических деятелей. Состоялось несколько организационных собраний, на которых и мне пришлось отсиживаться, хоть я в эту затею еще меньше верил, нежели в старинный театр. Но друзья настаивали, и мне было как-то неловко отказаться. На одном из первых таких заседаний я оказался рядом с Мейрхольдом, тогда только начинавшим свою мятежную, сумбурную карьеру, впоследствии столь гремевшую. Большой успех среди передовой публики имели его смелые постановки, незадолго до того появившиеся на частной сцене. Но их я, к сожалению, не увидал, так как они прошли еще до нашего возвращения из чужих краев. Мейрхольд вместе с Судейкиным осуществил любительскую постановку драмы Кальдерона «Поклонение Кресту» в так называемом Башенном театре в доме Вячеслава Иванова в Петербурге. 19 апреля 1910 года. Кроме того, на частной сцене Мейрхольд ставил в 1910 году две сцены из пьесы Мережковского «Павел I». В 1911 году в доме Сологуба вариации по мотивам итальянской комедии «Дель арте», «Орликин», «Ходатый свадеб». В 1912 году в доме Коробчевских пантомиму «Влюбленные» на музыку Дебюсси. Сам Мейрхольд был фигурой не менее курьезной, нежели еврейнов. Мне Мейрхольд понравился одним своим видом, особенно зигзагом своего носа. Того профиля точно нарочно как-то нелепо изваянного шутником скульптором. На заседаниях же он особенно вдохновенно взывал, что динадлежит родить нечто, чего еще никогда не было, и что должно поразить всякого неожиданностью своей новизны. Однако Всеволод Эмильевич, и в самом имени-отчестве, в этой смеси славянского с германским было что-то несуразное, взывая таким образом, никаких конкретных предложений так и не вносил. В те дни, да и позже, Мейрхольд воспламенялся, чем попало. У него этот вдохновенный восторг носил даже характер обязательного, почти профессионального. Воспламенился он и одной барышней-босоножкой, которая пожелала стать русской айседорой. Таких барышень тогда на всем свете расплодилось немало. Ада Корвин, Ада Адамовна Юшкевич, умерла в 1919 году, была актрисой театра Комиссаржевской, выступала как танцовщица-босоножка, принимала участие в гастрольной поездке трупа Мейрхольда по провинции. В 1908 году была другом Блок. Увлекшись ее, Мейрхольд во что бы то ни стало пожелал, чтобы его протеже смогла продемонстрировать свое искусство у нас, в нашей квартире. Напрасно я его уверял, что у нас нет достаточно обширного помещения, да и специфическое наше общество вовсе не интересуется подобными манифестациями. Он все же не отставал и, наконец, обратился к Анне Карловне, которая по душевной своей доброте и согласилась. После чего и мне пришлось сдаться. В назначенный вечер сеанс состоялся у нас в столовой, из которой была вынесена вся громоздкая мебель, и по всему полу которой разослан был густой ковер, откуда-то раздобытый Мейрхольдом. Публике по нашим приглашениям собралось с полсотни. Часть заняла стулья, отодвинутые вдоль стен, большая же часть жалась в дверях из передней, из гостиной и из коридора. Наконец, кое-кто остался сидящим на полу. Но все эти хлопоты не оправдали ожиданий. Девица оказалась небольшого роста, самого обыденного вида, и ничего своеобразного она в своих плясках, сколько ни старалась, сколько ни потела, не обнаружила. Это было самым обыденным любительством. Закончила же она свое выступление, длившееся около часу, тем, что со всего размаху бухнулась, как полагалось и у Айседоры, но та умела делать это бесшумно, на ковер. Зачем последовала маленькая истерика? Нам с женой стало ужасно жалко ее. Мейрхольд был сконфужен. Гости же разошлись в недоумении. Босоножка, впрочем, после этой не совсем удачной демонстрации, вовсе от своего пляса не отказалась, а попав вскоре на сцену того театра, который открыл брат Фокина на Троицкой улице, стала там любимицей обычных его посетителей. Проектов программы создающегося кабаре, наконец, накопилась масса. Но тут же все отметалось, так как слишком явно было, что такой чепухой не стоит заниматься. Особый характер какой-то блажи придавало нашим совещаниям то помещение, в котором мы собирались. То были хоромы особняка дворца графини Дэшево на Литейной, на супротив Симеоновской или Пантелеймоновской улицы. Дом этот, построенный архитектором Бонштеттом, в конце 60-х годов имел очень затейливый фасад. Весь из серого камня высеченный, внутри же он был отделан по изысканнейшей моде Второй империи, иначе говоря, с вызывающей роскошью. Золоченые стулья, кресла и диваны были обиты обессонами, с потолка свешивались многопудовые хрустальные люстры, пополам были разосланы пушистые ковры, повсюду стояли огромные фарфоровые вазы, канделябры, бронзовые гарнитуры. Часть стен была обита ярким леонским штофом, часть покрыта зеркалами, в которых все это довольно безвкусное великолепие отражалось нескончаемыми анфиладами. Что было тут общего с парижским кабаре? Впрочем, если для организаторов все помещение было целиком открыто, как раз тогда, с недавних пор обладателем дворца графини Шово сделался ее племянник, юный князь Феликс Юсупов, и спрашивается, что побудило его, баснословного богача, отдать в наем этот особняк. То большую публику с улицы, когда кабаре стала действовать, пускали лишь по роскошной беломраморной лестнице, ведшей от вестибюля прямо в большой квадратный танцевальный зал. Там и был устроен Кабацкий театрик. Из того, что на сцене этого театрика давалось, я запомнил лишь два номера. Открытие театрика, получившего название Лукоморье, состоялось 6 декабря 1908 года. В программу первого вечера входили Пролог, сочинение Аверченко, Петрушка, Либретто Потемкина, художник Добужинский, падение дома Эшеров, трагедия в одном действии художники Добужинский, Чемберс, музыка Каратыгина, небольшое концертное отделение «Честь и месть», тайна в одном действии графа Сологуба, художник Билибин. Критика сочувственно отметила бесподобные декорации Добужинского, Билибина, костюмы по рисункам Чемберса, однако постановку в целом оценили отрицательно. Один был ужасно страшный, в стиле Гран-Гиньоль, название Парижского театра ужасов, драма, сюжетом которой служил вздорно переделанный рассказ Эдгара По «Гибель дома Эшеров». Другой, несколько более удачной, шутливая комедия, сочинение, кажется, Потемкина, в виде уличного петрушки. Традиционные роли были исполняемы не куклами, а живыми актерами, толкавшимися поверх протянутой занавески и с деревянными ножками, перекинутыми поверх ее. Это одно было довольно смешно, но я не запомнил, чтобы все представление вызывало тот гром смеха, на который рассчитывали. Впрочем, и вся затея Кабаре продолжалась недолго, мне кажется, всего два-три месяца до весны, и уже осенью не возобновлялась. Надо сказать, что то было вообще время всяких затей и всяческой блажи. Оно по всему своему характеру очень отличалось от того времени, когда мы в 1905 году покидали Петербург. Но я не сразу по прибытии из Парижа это почувствовал и познал. Было начало лета, когда уже многие разъехались, а всякие затеи или совсем позакрывались, или влачили пригашенное и усталое существование. Но от оставшихся еще в городе друзей, от Валечки, от Нурока, от Сомова, я узнал, что произошли в наших и в близких к нам кругах, поистине, можно сказать, в связи с какой-то общей эмансипацией, довольно удивительные перемены. Да и сами мои друзья показались мне изменившимися. Появился у них новый, какой-то более развязный цинизм, что-то даже вызывающее, хвостливое в нем. Наши дружеские беседы и прежде не отличались скромностью и стыдливостью. Но тогда тон все же был иной, более сдержанный. А главное, такие разговоры в сущности ни на что реальные не опирались. То было чесание языка, остававшееся еще с гимназических скамеек. Привычка балагурить, смешить друг друга всякими особенно дикими выдумками, или же какой-то смесью правды с вымыслом. Теперь же разговоры все чаще стали носить отпечаток «пережитые были», личного опыта. Теперь вообще поэтов народилось удивительное количество. Целый регион. Народились и новые музыканты. А в художествах пластических, несравненно более уверенную и твердую позицию, нежели прежде, заняли всевозможные дерзатели, а то и шуты гороховые. Произошли симптоматические перемены в некоторых общественных явлениях. Например, на каком-то незадолго до нашего возвращения художественном вечере, девицы и дамы вполне приличного буржуазного общества выступали и плясали чуть ли не совсем ногими. Много рассказов ходило о собраниях в башне, иначе говоря, в квартире недавно тогда появившегося на петербургском горизонте поэта и философа Вячеслава Иванова, где-то за Таврическим садом. То был центр, куда собирались все, которые задавались созиданием чего-то нового, и те, кто жаждал делиться своими мечтами с подобными же искателями. Башни современники именовали квартиру Вячеслава Иванова, занимавшую верхний этаж дома против Таврического сада, угол Таврической и Тверской улиц с угловым фонарем башни. У Ивановых устраивались еженедельные среды, литературный центр петербургских символистов тех лет, на которых читались стихи и доклады. Постоянными посетителями сред были Блок, Белый, Сологуб, Кузьмин, Ремезов, Волошин, Чулков, Сомов, Бакст, Лансере, Новель, Добужинский, Гржебин. Домашнему сближению художников с литераторами способствовал и тот факт, что непосредственно под квартирой Ивановых помещалась основанная Званцевой в 1906 году художественная школа, в которой преподавали Бакст и Добужинский. В ней училась в частности и жена Волошина Собашникова. И как раз мои древнейшие друзья Валечка и Костя, но не Сережа, были в башне постоянными и весьма желательными гостями. Однако обо всем этом я уже говорю исключительно не по личному опыту, а по наслышке. Побывал я в башне, но гораздо позже, и уже тогда, когда этот центр утратил значительную часть своей прежней притягательной силы. Около того же времени многие из этих элементов сплотились, облагоразумились вокруг превосходного художественного журнала «Аполлон», созданного Сергеем Маковским и явившимся до некоторой степени преемником нашего мира искусства и московского золотого руна. «Аполлон» — ежемесячный литературно-художественный журнал, издававшийся в 1909-1917 годах. Другими центрами духовной жизни служили редакции всяких альманахов. В одних появилось немало искренних и прекрасных опытов. В других печатались почти исключительно всякие литературные гримасы, специально задававшиеся эпатированием буржуя. К великому удовольствию таких озорняков, все еще не сдававшийся буржуй, с тех пор почти все свои позиции бедный буржуй сдал, действительно возмущался, негодовал или с презрением отворачивался. Редкие, стоявшие в стороне личности, благодушно на все поглядывали, посмеивались, а то и наслаждались зрелищем всего этого пандемонизма. Менее всего касательство имел ко всем этим явлениям Дягилев. Волна стадного безумия захватила и его гораздо позже, в период, когда он уже в военные годы оказался отрезанным в Париже от общества своих основных друзей и сотрудников. В этом же 1908 году Сережа был занят таким серьезным делом, как постановка Бориса Годунова, которую он собирался везти в Париж. И на сей раз им овладел тот поглощающий, близкий к мономании энтузиазм, который овладевал им в каждый раз, когда перед ним вырастала какая-либо новая задача. Причем его не только не отпугивали трудности ее решения, а, напротив, они больше всего его манили и прельщали. Глава 6. Париж. Борис Годунов. В данном случае творческие силы Сергея получили свой начальный импульс в том, что ему захотелось показать миру, а не одному только Петербургу, чуть ли не с детства знакомое произведение своего любимого композитора Мусоргского. И надлежало его показать в самой совершенной сценической и драматической форме, во всем великолепии оперного спектакля. По счастью, ему сразу же удалось заручиться высоким покровительством великого князя Владимира Александровича, а это и помогло ему раздобыть и нужные громадные средства и открыло двери, не исключая тех, ключи от которых находились в руках наших злейших врагов Телековского и Крупенского. Мне кажется, я уже упомянул о том, что великий князь, президент Академии художеств, открыто благоволил нам, и Сереже, и мне. И это несмотря на то, что оба мы были ненавистными людьми, пугалами всего академического ареопага. Что же касается до главного действующего лица, до самого царя Бориса, то тут нечего было оглядываться и искать. К нашим услугам стоял сам Шаляпин, успевший за последние десять лет показать весь свой могучий талант. С каким глубоким чувством трагизма он понимал эту жуткую роль. Роль же Лжедмитрия Сереже решил доверить тогда только начинавшему выступать совсем еще неопытному Смирнову, обладателю изумительно красивого голоса. Несколько гнусавый голос Алчевского удивительно подошел для характеристики коварного, присмыкающегося Шуйского. Марину должна была петь красавица Ермоленко, которую я успел оценить еще в дни постановки «Гибели богов» в 1903 году. Для руководства всей музыкальной частью нельзя было найти лучшего мастера, нежели Феликса Блуменфельда, милейшего человека и, на редкость, чуткого дирижера. Сценическая режиссура была поручена Санину, как раз только что тогда с блеском поставившему массовые сцены в старинном театре. Наконец, для создания всей декорационной стороны, Дягилев после моего отказа рассчитывал на Константина Коровина и Головина, уже создавших превосходные декорации к Борису для императорской сцены. Но тут Дягилева ожидало крупное разочарование. Константин Коровин сразу и наотрез отказался. Головин же, если и дал разрешение на исполнение своих идей, однако от сценической их реализации собственными руками и он отказался. Несомненно, под этим крылось опасение, как бы не навлечь на себя недовольство Теликовского и его супруги. Вместо себя Головин советовал обратиться к одному московскому художнику, кажется фамилией его Егоров, который, однако, будучи занят одновременно другим срочным заказом, отнесся к делу крайне небрежно, а от двух картин и вовсе отказался. Речь идет о Владимире Евгеньевиче Егорове, 1878-1960, театральном художнике Московского художественного театра, авторе декораций к драме жизни Гамсона, жизни человека, Андреева, «Синей птицы» Метерлинка. С 1915 года он работал в кино, став основателем советского кинодекорационного искусства. Пришлось их, Терем и Кромы, поручить Юону, который и исполнил их со вкусом и совершенным мастерством, но откровенно отойдя от замыслов Головина. Совершенно удивительно, что Сергей исключил из постановки столь важную для всей трагедии сцену в корчме. Лишь сочинение одной из семи картин оперы я отважился оставить за собой. То было польское действие. Оно представляло сады Вашневецкого замка, в которых происходит сцена Лжедмитрия и Марины Мнишку-Фонтана. Отказался же я от остального, не считая себя достаточно компетентным во всем, что касается древнерусского быта. Напротив, здесь я был уверен, что буду себя чувствовать в своей атмосфере. Моя декорация представляла в фоне грандиозный замок европейской архитектуры. Освещенные окна сразу вводили в ощущение праздника. На первом плане в тени высоких деревьев виднелась типичная для эпохи фантастическая затея с баскетом и мраморными статуями. К сожалению, на сцене, по вине тогдашней моей недостаточной опытности, получилась теснота, мешавшая эволюции танца. И ввиду краткости срока до спектакля пришлось просто несколько кулис удалить, чем был нарушен весь мой эффект. Монтескью, которого я затащил на одну из последних репетиций, не скрыл своего разочарования именно от этой картины. И я малодушно скрыл, что я ее автор. Для самого же живописного исполнения этой картины в подмогу себе я обратился к молодому художнику Локенбергу, успевшему на наших выставках выявить свое чувство красок и свое техническое умение. В общем, наше сотрудничество сошло благополучно, несмотря на то, что Локенберг, отличаясь чрезмерной самоуверенностью, а отсюда и непослушанием, частенько меня раздражал. Но наши ссоры длились недолго и не помешали поспеть с работой к сроку. Писалась моя декорация в Петербурге прямо на полу сцены придворного эрмитажного театра, и мне доставляло особое удовольствие в минуты передышки переходить в зрительный зал и садиться на одно из мест полукруглого амфитеатра. Любуюсь чудесной архитектурой Экваренги, я без труда себе воображал те праздники, которые здесь устраивала матушка Екатерина. Там же, на эрмитажной сцене, был устроен смотр всех костюмеров оперы. Большинство было напялено на взятые на прокат деревянные манекены, частью одетые ножевых людей, портняжных подмастерьев. На этот смотр пожаловал сам великий князь Владимир, один без свиты. Он с большим вниманием все разглядывал и остался чрезвычайно доволен. Теперь он уже был уверен, что спектакль сойдет на славу и не посрамит его в качестве августейшего покровителя. Самое изготовление этих бесчисленных костюмов происходило таким образом. Несколько основных костюмных типов нарисовал для нашей постановки Билибин, один из лучших знатоков русской старины. Руководствуясь ими и совещаясь с другими большими знатоками и со Стелецким, мы с Сережей руководили всей портняжной работой. Я совсем не помню, почему мы прибегли к столь малоудобному способу, а не заказали просто всю костюмную часть одному какому-либо художнику, тому же, например, Стелецкому. Сергей страстно увлекся подысканием материалов и с этой целью обошел вместе со мной все еврейские и татарские лавочки в Александровском рынке, а также славившиеся магазины парчевых и иных роскошных материй в Щукином рынке, Апраксином и в Гостином дворе. В первых лавках и ловчонках мы неожиданно для нас нашли удивительное количество старинных и не особенно дорого стоивших подлинных кокошников, кик, повойников, немало также шугаев, летников и сарафанов. Все это из чудеснейших по цвету и выделки материй. Особенно же Сергей пристрастился к расшитым золотом и блестками головным платкам, из которых он надумал делать отложные воротники боярских кафтанов и шуб. Вся эта музейная роскошь чрезвычайно поразила затем парижан, особенно тех нам близких людей, которым разрешалось приходить во время репетиций на сцену. Особенно же эти чудесные одежды пригодились в сцене коронации, в которой наиболее роскошно одетые бояре были поставлены в один ряд спинами к зрительному залу и составляли как бы заслон, за которым двигалась коронационная процессия. По другую сторону того же хора выстроились стрельцы в своих красных кафтанах и со своими гигантскими знаменами. Стелецкий сделал рисунки регалий, тронов, хоругвей, больших несомых на руках икон, крестный ход первой картины, а также все обстановки в сцене терема. Все трое, Сережа, Стелецкий и я, мы чрезвычайно увлеклись изготовлением этих предметов. Стелецкому в самом здании оперы было отведено особое помещение, и там он собственноручно все с большим вкусом раскрашивал. Особенно были облюбованы те большие диковинные часы, что стояли в тереме Бориса. Большой заслугой Дягилева было то, что он восстановил в партитуре, хранившейся в публичной библиотеке, всю музыку этих курантов, которая почему-то вообще была купирована. Это одно из гениальнейших мест всей оперы, и меня каждый раз охватывала дрожь ужаса, когда эти заморские часы начинали хрипеть, заикаться и, наконец, проливать чудесные, волшебные звуки. Все это в оркестре. Что же касается польских панов и их дам, то я сделал главным образом при помощи старинных гравюр много рисунков костюмов определенно национального польского характера для полонеза. Но, кроме того, вздумал их смешать с чисто западными европейскими по моде 1590-х годов костюмами. Для этого Сережа, по моему совету, купил у дирекции театров роскошные костюмы, мужские и женские, когда-то еще в одни цукки в 1886 году, меня поразившие своим достоверным видом в сцене придворного балета в балете «Приказ короля» 1886 год. Их мы с трудом отыскали в лабиринте театральных складов в тюремном переулке, и, о удивление, все это было в полной сохранности, не проедено молью и во всем блеске цветных шелков и бархатов, золотого шитья и самоцветных каменьев. Покровительство великого князя открыло нам и эти заповедные двери царства Теликовского. Мой расчет на удачу смешения этих роскошных костюмов с теми, что были заново сделаны, не оправдался. Из-за слишком явной роскоши этого приобретенного старья с какой-то дешевкой новых костюмов, последние казались довольно жалкими, а первые, как-никак, выдавали прежнюю манеру трактовать театральные костюмы. К сожалению, властное августейшее покровительство перестало действовать, как только мы оказались в Париже. Там, в Гранд-Опера, мы сразу встретили самое откровенное недоброжелательство и систематическое нерадение. Впрочем, не со стороны высшего начальства. Напротив, оба директора и администратор Бруссан, тип довольно ограниченного и грубоватого дельца, и композитор Мессаже, тонкий музыкант, но равнодушный ко всему, что не касается его лично. Оба они делали от себя все зависящее, чтобы нам облегчить задачу устроиться в тогда еще для нас совершенно чуждом огромном помещении. Но в прямом смысле зависела вся зрелищная часть от всемогущего главного машиниста господина Петромана, пользовавшегося репутацией злостного интригана. И действительно, он старался нам ставить на каждом шагу палки в колеса. Он командовал целым взводом рабочих, и эти господа приходили и уходили, когда им вздумается, и страшно нас смущали. Мы все были очень плохо знакомы со всей манерой быть французских рабочих, своим классическим ропотом. В планы Петромана как будто входил полный провал нашего спектакля, что должно было нас отвадить на все времена. Вторжение иностранцев в такой, тогда еще строго оберегаемый храм, как Национальная академия музыки, Академия музыки и танца, официальное название Гран-Опера, должно было казаться французскому персоналу каким-то нашествием варваров. Эти варвары все что-то требовали, сердились, бронились. Свободно по-французски изъяснялись лишь Сережа, я и Блуменфельд. Но, разумеется, французским языком вовсе не владели наши субалтерны, все заведующие разными частями, особенно наши портные и портнихи, бутафоры и прочие. Декорации описались в Петербурге и были доставлены по железной дороге, но холсты надо было еще набить на деревянные основы кулис, а навесные части закрепить на всей сложной системе канатов и блоков. Кроме того, надлежало вырезать окна и двери, и построить все площадки, лесенки и так далее. Между тем, прибыли наши холсты, неизвестно почему, с большим опозданием. Всего дней за пять до генеральной. Можно себе вообразить, какое получилось напряжение нервов, следовавшая за ним адская усталость, какое нами овладело отчаяние. Я буквально раздирался на части, ибо взял на себя неблагодарную роль второго неофициального директора. Вернее, я как-то сам того не замечаю, влип в эту роль. И поэтому на мне лежала обязанность за всем присматривать, всех информировать, всем и русским, и французским что-то объяснять, кого-то утешать, кого-то распекать и торопить. В это время наш вождь, Сережа, метался по городу, угощал завтраками представителей прессы, хлопотал перед всякими властями, чинившими нам те или иные препоны, доставал деньги. Только мы оба знали, где что находится, что должно происходить после чего. Мы одни могли решать тут же, не задумываясь, массу назревших вопросов. У меня же чаще происходили столкновения, причем я должен был себя сдерживать, чтобы не разразиться свойственными мне вспышками бешенства. И вот этот самый Петроман устроил нам в самый критический момент совершенно неожиданный сюрприз. В день первой полуофициальной генеральной репетиции, и тогда, когда до публичной генеральной оставалось всего 48 часов, Петроман в качестве хозяина сцены заявил, будто по нашей вине произошла ошибка, и будто декорации не имеют требуемых размеров, и что они на целых два метра не хватают до пола. А кроме того, требуются большие исправления и починки, и что на все эти непредвиденные работы ему потребуется, по крайней мере, три или четыре дня. Но тут наш Сергей Павлович показал себя. Он нашел нужный тон, и это спасло положение. С самым спокойным видом Сергей Дягилев заявил, что откладывать спектакль он не намерен, и что готов показать Парижу оперу без декораций. Петроман так испугался скандала, что немыслимое затем свершилось, и на следующий день, к началу генеральной, к восьми часам, все семь картин не только оказались висящими на своих местах, достигая пола. Не только все было подделано, а что требовало починки, было починено. Но мы еще успели перед началом спектакля, с шести до восьми, наладить главные эффекты освещения. Все поспело действительно в последнюю минуту, и я еще стоял на стремянке, заделывая пастелью какое-то проступившее от сырости пятно на фоне декорации Новодевичьего монастыря, когда уже кончалось вступление, и был подан сигнал к поднятию занавеса. Не устану повторять. Удивительная вещь. Театр и всякие его неожиданности. Вот это самое, помянутая только что интимная генеральная репетиция без декораций осталось в моей памяти как нечто ни с чем не сравнимое. Шаляпин очень волновался, вероятно, ощущая нечто напряженное, почти катастрофическое в воздухе. На силу убедили его выйти на сцену. Он даже отказался гримироваться и не переменил костюм после сцены коронации. В сцене терема он так и остался в коронационном облачении и с шапкой Мономаха на голове. Мало того, он уверял, что забыл текст Пушкина, который он должен говорить под музыку помянутых курантов. На всякий случай я положил на стол перед ним свой томик Пушкина, который я осветил электрической лампой, заслоненной от публики грудой книг. И вот никогда я не испытывал такого мистического ужаса, такого мороза по коже, как тогда в этой сцене. Борис без бороды казался слишком молодым. Вместо декораций царских хором зияла мрачная пустота сцены, и лишь лунный луч падал на стоявшие у самого переднего плана диковинные часы. И вот когда куранты стали играть, заиграл оркестр, но казалось, что звуки льются из часового ящика, то нам и Шаляпину первому стало нестерпимо жутко, вследствие чего и получился неповторимый эффект. Но и после той странной репетиции, и после того, что главный машинист сдался и обещал перевесить декорации, мы, русская дирекция, не были еще уверены, что генеральная репетиция при полном зале может на следующий день состояться. Не говоря уже о бесчисленных неисправностях в деталях костюмов и в бутафории, многое не было готово в самой постановке. Хоры не были вполне слажены, а единственная проба со статистами, прошедшая накануне, после полуночи, раньше сцены не была свободна, обернулась в какую-то дикую оргию, с которой не мог справиться даже такой укротитель масс, как Санин. Еще одно из незабываемых впечатлений тех дней. Почти полные потемки на необъятной сцене оперы, среди которой горит одна дежурная лампа, резко освещая лишь тех, кто подходит к ней совсем вплотную. И вот среди этой полутьмы толпится расшалившаяся масса, человек около двухсот, подобранных с улицы грязных и дурно пахнущих людей, с наскоро подвешенными бородами, в наспех кривые косы на пяленных боярских шубах и в меховых шапках. Видно, с броду эти наряды показались чем-то до того удивительным и смешным, и до того все ошалели от неожиданности собственного вида, что всем этим полуголодным, случайным лицедеям явилась вдруг охота, несмотря на поздний час, повеселиться. Они что-то стали петь и, наконец, закружились в каком-то вихре франдолы. Напрасно их предводитель, единственный постоянный статист оперы, на ком и лежала обязанность подобрать остальную компанию, отчаянно вопил, взывая к порядку. Напрасно Санин, взобравшись на какой-то стол, обращался на своем тарабарском наречии с мольбой, начиная с своего плесловами «Дорогие французские граждане!» Толпа в течение целого часа не унималась, дурила и бесновалась. А надо было наладить и коронационную процессию, и крестный ход в первой картине, и толпу польских магнатов в польском действии. Все это грозило катастрофой, и даже наш бесстрашный держатель Сереженька струсил. Однако тут и произошло, и на сей раз удивительное театральное чудо. Дягилев решил устроить ужин в знаменитом ресторане «Ларю» на площади Мадлен. И на этом ужине он созвал рот военного совета, который и должен был решить, выступать ли завтра или нет. Кроме всех действующих лиц, артистов, занятых в опере, включая и несколько балетных, кроме художников и режиссеров, были приглашены и низшие служащие, заведующие партняжной мастерской Неменский, его главный закройщик и закройщица, а также старшие из взятых с собой плотников Московского Большого театра, и, наконец, шаляпинский гример Заика, но великий знаток своего дела, пользовавшийся абсолютным доверием Федора Ивановича. Григорьев Федор Федорович умер в 1918 году, театральный парикмахер и гример. Шаляпин посвятил ему один из очерков главы «Русские люди» в своей книге «Маска и душа. Мои 40 лет на театрах». Федор Иванович Шаляпин, том 1, литературное наследство, письма «Москва, 1976 год», страницы 277-279. Он писал, «Этот человек в скромной профессии театрального парикмахера умел быть художником, спором, точным мастером своего ремесла. Федор Григорьев делал просто чудеса. В нем горели простонародная русская талантливость и несравненная русская сметливость и расторопность. Был он хороший и веселый человек, заика и лысый, в насмешку над его ремеслом. Он сам для себя изучил всякое положение красок на лице, отлично знал свет и тень. Федора Григорьева я сердечно полюбил». И вот когда после всего съеденного и выпитого был поставлен на общее голосование вопрос, видимо, Сергей действительно не на шутку оробел, раз прибегнул к такому ему несвойственному демократическому приему, выступать ли завтра или нет, и уже большинство высказалось за то, чтобы отложить спектакль дня на четыре, поднялся этот самый гример заика и произнес небольшую, но столь внушительную речь, что-то вроде «не посравим земли русской и ляжем костьми», что волна оптимизма снова подхватила всех и окончательно было постановлено играть не откладывая, во что бы то ни стало завтра, будь что будет, и с нами Бог. И получился не позорный провал, а триумф. Все в последний момент поспело, все сладилось, коронационное действие было среди дня прорепетировано под личным наблюдением Сережи, раза три, так же, как полонез в польском акте и мятеж в кромах. В какой-то зале главные артисты проверили под рояль свои наиболее ответственные места, где-то в восьмом этаже Стелецкий дописывал выносные иконы и хоругви, в двух других залах тридцать русских швей в страшной спешке что-то зашивали, пороли, перешивали, выглаживали помятые костюмы. Я носился как безумный вверх и вниз по всем этажам и по всем боковым коридорам ни лифтов, ни внутренних телефонов в гигантском здании оперы не было. Сережа тем временем был занят вне театра и сразу в нескольких местах приглашал представителей прессы и каких-то влиятельных персонажей, читал корректуру великолепной, наполненной иллюстрациями программы и так далее. Не меньшую вездесущность, нежели Сережа и я, проявил Санин. Но, кроме того, он на самом спектакле, никого не предупреждая, облачился в красный кафтан пристава, создал себе удивительно характерный образ свирепого блюстителя порядка и оказался сам в толпе у ворот Новодевичьего монастыря. Шагая между коленопреклоненными людьми, он безжалостно стегал кнутом по спинам баб и мужиков, и производил это с таким мастерством так выразительно, что его отметил весь зрительный зал, и на его долю выпала значительная часть успеха. В коронации и в думе он же преобразился в боярина и опять, смешиваясь с толпой, руководил ею, поправляя позы и группы, незаметно давал сигнал для общих движений, подстрекая вялых и нерадивых, приструнивая тех, кто терял предписанную важность и принимался по неисправимой французской привычке шутить и поясничать. Я лично до того был возбужден и до того полон тревоги, как бы все же не случилось чего-либо неожиданного, что во время спектакля то бросался на сцену, то отсиживал в нашей директорской ложе, где, между прочим, нужно было давать объяснение нашему главному французскому доброжелателю, маститому критику Беллегу, который вместе с Клодом Дебюсси был из самых первых во Франции, оценивших все несравненное значение, всю бесподобную красоту русской музыки. Беллег же при всем своем сочувствии выразил крайнее недоумение перед некоторыми купюрами, которые себе позволил сделать наш автократ. Узнав о них, Беллег стал требовать их восстановления. Самым непонятным было исключение всей чудесной сцены в корчме. Но как раз эта купюра объяснялась каким-то припадком страха, что вообще при всей отваге Сергея было ему иногда свойственно. Когда такой страх им овладевал, то никакие доводы не помогали. Ему вдруг показалось невозможным показать элегантной, брезгливой парижской публике нечто до такой степени грубое и грязное. Доводы Беллега в другое время, вероятно, и подействовали бы. Но тут было уже поздно восстанавливать целую картину. К тому же и декорация не была написана, и никто не был приглашен для столь важной роли, как шинкарка. Беллег и вместе с ним некоторые французы, Дебюсси, Кальво, Коресси, не говоря уже о русских поклонниках Бориса Годунова, негодовали, но принуждены были смириться, и, кажется, никаких протестов в прессе не появилось. Другая купюра была менее чувствительной. Это пропуск сцены Марии с архиепископом, и эта купюра с тех пор даже стала общепринятой. Эта сцена действительно только затягивала действие и существенного значения в его развитии не имела. Было высказано немало критиков отношения того порядка картин, которые установил Дягилев, заботясь о контрастном эффекте в чередовании сцен массовых и более интимных. Дягилев сразу после первой картины, происходящей у ворот Новодевичьего монастыря, назначил идти сцене в келье Пимена. А после тихой темной кельи особенно эффектно получается солнцем залитый Кремль с его белокаменными и златоверхими соборами. Вследствие чего получилась историческая нелепость. Пимен грозит Борису-царю тогда, как Борис еще не царь, и становится им лишь после венчания. Но публика плохо следит за текстом, и этой нелепицы не замечает. Также был нарушен порядок и в двух последних сценах. По идее Мусоргского, трагедия должна кончиться под заунывное пение замерзающего под снегом юродивого, олицетворяющего всю печальную судьбу России, наступившую в смутное время. Вместо этого опера у нас кончилась на более театральном эффекте на смерти Бориса. И несомненно, что тот энтузиазм, который вызвал здесь Шаляпин, является лучшим заключительным аккордом. К новшествам и контрастам Дягилева принадлежало и то, что самозванец в картине Кромы не выезжал на коне, а его, стоящего в санях, тащил серый, голодный и мятежный лют. Так Сергею казалось вернее. Певцу не надо было думать, как под ним ведет себя конь. Кони плохие актеры и часто ведут себя на сцене неподобающим образом. А сцена получилась куда более выразительной и даже нарочито символичной. Выходило, что Дмитрий избранник народа, а тем самым более грозен для Бориса. Максимум же успеха выпал, разумеется, на долю Шаляпина. И до чего же он был предельно великолепен, до чего исполнен трагической стихией. Какую жуть вызывало его появление, облаченного в порфиру среди заседания Боярской думы в полном трансе безумного ужаса. И сколько благородства и истинной царственности он проявил в сцене с сыном в тереме. И как чудесно, скорбно Федор Иванович произносил предсмертные слова «Я царь еще». Однако и другие артисты были почти на той же высоте, совсем на той же высоте не было тогда да и после никого. А сам Шаляпин переживал как раз тогда кульминационный момент расцвета своего таланта. Прекрасно звучал бархатистый, глубокий грудной голос Ермолинки, Марина. Чудесно пел Смирнов, Дмитрий. Особенное впечатление производил столь подходящий для роли коварного царедворца Шуйского чуть гнусавый тембр Алчевского. Выше всех похвал оказались и хор, и оркестр под управлением Блуменфельда. Необычайный успех был отпразднован сразу после окончания первого спектакля. Или то была генеральная публичная репетиция, имеющая в Париже еще большее значение. Однако то было празднование скорее интимного характера, происходившее под председательством двух нам благоволивших дам. Очаровательный мессия Эдвардс и знаменитый в лондонских анналах конца XIX века госпожи Бернардаки, столь же славный как всем своим европейским прошлым, своими жемчугами, так и своей редкой музыкальностью. У меня появилось сомнение, пожалуй, я здесь путаю. Мессия тогда еще не играла в нашей компании столь исключительной роли. Сэрт Мессия, урожденная годепская Мария София, в последующих браках на Тансон, Эдвардс, Сэрт, принимала ближайшее участие в организации русских сезонов, оказывая содействие в отыскании средств, в устройстве влиятельных покровительств. Дягилев считал ее своим лучшим другом. Ужин происходил в соседней соперой кафе «Лапе». За ним было выпито изрядное количество шампанского. Ярким воспоминанием живет еще во мне то, что за этим последовало, как мы, я и Сергей, под ручку уже на рассвете возвращались в свои отели. Как не могли никак расстаться, и как под пьяную руку, дойдя до Вандомской площади, мы не без вызова взглянули на столб, состоящий на его макушке, другим триумфатором. Наполеоном Первым Да и потом мы еще долго не могли успокоиться, и даже оказавшись каждый в своей комнате, продолжали переговариваться через дворы соседних домов. Я из своего отеля, Сережа из своего более шикарного. Столь близкое соседство наших гостиниц заменяло нам телефон. То я вызывал Сережу, то он меня. Звуки рояля в Сережином номере при открытых окнах свободно долетали до меня. Не знаю, сохранилось ли подобное удобство после полной перестройки моей гостиницы «Востока», утративший самое свое название. Уже встало солнце, когда ко мне забрел Сережин кузен, остановившийся в одной со мной гостинице, милейший Павка Коребут, тоже сильно пьяненький. Ему от пережитых волнения не спалось, и его нудило излить в дружеские души свои восторги. Узнав о возможности переговариваться через окно с Сережей, он стал взывать к нему, и это так громко, что, наконец, послышались из разных мест протесты, а в дверь к нам строго постучал отельный гарсон. На силу я Павку оттащил от окна и уложил тут же у себя на диване. Глава 7. 1908 год. Лето в Лугано. В таком же состоянии восторженного упоения я оставался и все остальное время моего пребывания в Париже. Но последнего спектакля Бориса, мне помнится, я не дождался. Мне нужно было спешить вернуться, так как у нас с женой был давно лелеен план провести лето где-нибудь на итальянских озерах. Мечта о таком пребывании зародилась у меня еще тогда, когда в 1884 или 1885 годах Альбер весной вернулся из своей поездки по северу Италии и привез серию превосходных этюдов. Позже я как-то почувствовал и предвкусил всю прелесть именно Луганского озера, благодаря картине Яндагурова, которую я и Бакст очень облюбовали на выставке, и которую мы заставили Сережу приобрести, что и явилось началом его недолго длившегося коллекционирования. Глядя на Альберовские акварели и на эту картину, мне казалось предельным счастьем оказаться на этих берегах и наслаждаться отражением лесистых гор в кристаллической изумрудного отлива воде. И тоже мне еще раз особенно сильно почувствовалось, когда, мчась во время нашего свадебного путешествия вдоль Луганского озера, мы оба из окон поезда были в чрезвычайной степени поражены единственной в своем роде красотой этих райских мест. И вот теперь, в 1908 году, мы наконец получили материальную возможность осуществить нашу мечту. Вышло так, что и Добужинские выбрали для своего летнего пребывания те же места, и это нам было приятно. Мы даже думали нанять одну общую виллу, но это не удалось, и пришлось ютиться по отелям сначала в Кастаньоле, в Поэтическом, стоявшем у самой воды пансионе, полуденная вилла, а затем в более высоко лежащем местечке Соренго, на берегу соседнего с Луганским озером Лаго де Митцано. И там нам пришлось разъединиться, так как в том пансионе деревенского типа, который нам понравился, не было достаточно для всех места. Нас было пятеро, и семейство Добужинских состояло из пяти человек, а кроме того, при детях состояла Бонна-Немка. Однако гостиница, подошедшая нашим друзьям, отстояла через дорогу всего на полсотню шагов от нас, так что мы могли быть вместе, когда только вздумается. Наш пансион «Золотой холм», хозяина звали Оль-Джиати, был совершенно рюстичного характера, от французского слова «рустик» деревенский. Сад даже не был отделен забором от дороги, зато в стороне была длинная просторная беседка-трильяж, увитая виноградом, и к концу лета на нас свешивались поспевшие тяжелые гроздья. А самый дом был типа шале. Во втором этаже была наша совсем старомодная, но очень опрятная спальня с расписным потолком, а рядом две комнаты для девочек и для коки. Хозяин и хозяйка оба очень вкусно готовили, а хозяин был любезнейший малый. У них были сын и дочь, Карлину, смуглый черноволосый мальчик, и белокурые, с пушистыми волосами, и зиды. Сын был тех же лет, что наш Кока, но с ним мы не ладили, ибо он мучил свою собаку, милейшую и веселейшую дворнягу, полутаксу Флика. Прислушивала при отельчике всего одна девушка, но что за прелесть была эта Тереза, настоящая деревенщина, простодушная, едва ли грамотная, до необычайности усердная, с вечной улыбкой на очень правильном в стиле Карла Брюлова лице, успевавшая все делать и никогда не роптавшая. Кроме нас в этом отельчике жило всего одно немецкое семейство, состоявшее из трех лиц, и какая-то особа, на которую наши дети косились, но которая вела очень скромный и тихий образ жизни. Стоило же полное пропитание в этом пансиончике всего четыре франка в день с человека. Тогда курс швейцарского франка был одинаковый с французским, и это вполне соответствовало нашему бюджету. Как раз тогда Игорь Горобарь был занят исканием материалов для своей истории русской архитектуры в XVIII и XIX веках. И дошел в своей работе до разных иностранных художников Екатерининского и Александровского времени, часть коих происходила из Лугану и из соседнего Кому. Узнав, что я отправляюсь в эти места, он и попросил меня навести справки на месте, не сохранилось ли каких-либо сведений о Джильярде, о Висконте, об Адамине, а то и об их произведениях на родине. И вот от Аль-Джиати я узнал, что потомство всех этих мастеров по сей день благоденствует и ведут образ жизни зажиточных людей поблиз царящим деревушкам. И особенно их много в лежащем повыше местечке Монтагнола на склоне того же Золотого холма, названного так именно потому, что местные жители туда вернулись богатыми людьми из чужих краев и, главным образом, из России. Всех этих потомков Аль-Джиати отлично знал лично и с удовольствием взялся меня к ним проводить и с ними познакомить. На самом деле я, благодаря этим знакомствам и сохранившимся у них семейным архивам, узнал за лето столько для себя нового, что уже моя исследовательская работа далеко превысила заданную мне гробарем задачу, и я эту работу обнародовал в старых годах. Старые годы, 1909 год, страница 175-202. Назвал же я свою статью «Рассадник искусства», а так как из Луганской и соседней Комской области родом были не только разные архитекторы, работавшие в России, но и масса других художников, живописцев, скульпторов, среди коих фигурируют несколько первоклассных мировых знаменитостей. Почти все они работали за пределами своей прекрасной, но в то же время далеко не богатой родины, кто по разным итальянским городам, а кто в Германии, в Испании, Польше. Я не выходил из изумления. Как и Модерна, окончивший грандиозный собор святого Петра в Риме, отсюда? Отсюда и Боромини, гениальный в своей виртуозности представитель крайнего барокко, и такие художники, как Луини, и многочисленные представители семьи Гаджини и так далее. Доменико Джильярди был родом из помянутой деревушки Монтаньолы, и в ней, вернувшись на родину, он закончил свое долгое существование. Там же он и похоронен на поэтичном кладбище, в около Монтаньолы, находящемся местечке Джентеллино, украшенном классическим портиком, им на свои средства построенным. Любезный Ольджиати скоро заразился моим увлечением и стал меня возить на своей таратайке по более далеким заковулкам, как только он по наведенным справкам узнавал, что там или здесь имеются или могут найтись какие-либо художественные достопримечательности. К концу лета я познакомился еще с молодым Курато церкви в Джентеллино, Доном Луиджи Симона. Его я буквально заразил, и впоследствии Дон Луиджи стал уже самостоятельно делать всякие изыскания, плодом которых явилось несколько его обильно иллюстрированных брошюр и книг, а сам он занял видное положение среди тессинских любителей и знатоков старины. Из разных местечек, с которыми меня познакомил Ольджиати, особенно приметной оказалась деревушка, лежащая по полгоре, высящаяся над озером Мудзано под Бионьо. Там оказались все еще живущими в своем семейном домике наследники художника Ламони, тоже работавшего в России в Петербурге в XVIII веке. Там же я набрел на целый очень интересный архив, и там же мне удалось приобрести для милого друга Аргутинского, в то время он еще не жил в Лугану, два произведения Стефано Торелли, из которых одно незаконченное изображает славу Екатерины II, а другое — портрет двух детей художника. Мне же Ламони подарил два любопытных рисунка пером моего прадеда, изображающих виды Петербурга около 1780 года. Много интересного я нашел и в архиве семьи Адамини. Один из предков Адамини, носивший название «Каменных дел мастер», на самом деле руководивший каменоломней инженер, принял самое значительное и самое ответственное участие в сооружении по проектам Монферрана, таких грандиозных памятников первой половины XIX века, как Александровская колонна и Исаакиевский собор. Все благодаря тому же милому Ольджате и тому подобию дружбы, что завязалось между этим совсем простым, но очень отзывчивым человеком и мной, я познакомился лично и с рядом лиц, занимавших более или менее значительное положение в этом своеобразном обществе, потомков, разбогатевших техников и художников. Тяготения к искусству я уже среди них не нашел. Художеством жили их деды и прадеды. Нынешние же их наследники, в лучшем случае, были инженерами, а большинство были частными людьми, существование которых было обеспечено капиталами, нажитыми дедами. Образ их жизни мало чем отличается от того, который ведут местные крестьяне. Среди этих новых знакомых оказались и двое Джильярди. Один из них еще совсем молодой человек. В те дни был Синдако, староста Монтаньолы. Другой, милейший, Алессандро Джильярди, владел там многоэтажным домом, который стоял бок о бок с роскошной виллой, когда-то принадлежавшей знаменитому Доменико. Однако, благодаря иронии судьбы, доставшейся по наследству, совсем постороннему лицу вследствие брака. Синдако Джильярди познакомил нас со своей теткой, сеньорой Камуци. И это знакомство оказалось для нас особенно значительно, ибо сеньора Матильда, как ее все звали, Дзия, тетушка Матильда, жила в своем прелестном старинном палаццо, вид из которого на Луганское озеро нас до того пленил, что мы тут же решили непременно в нем поселиться в следующем году. Это намерение мы и исполнили на очень выгодных для нас условиях. И таким образом, в течение следующих четырех лет мы сами стали жителями Луганской области и божественной, поистине божественной, Монтаньолы. В моем распоряжении в Казе, доме Камуци, было даже целых три комнаты. В одной я занимался живописью, в другой, глядевшей на полукруглую площадь перед домом, я становился писателем своих филеетонов для речи и своей истории живописи. В третьей, в нижнем этаже, в салончике с фамильными портретами, я мог в минуту отдыха предаваться, увы, на очень расстроенном пианино, своим музыкальным импровизациям. С 1908 по 1917 год Бенуа выступал в качестве постоянного художественного критика в газете «Речь». Почти еженедельно, с некоторыми перерывами, в этой газете появлялись его статьи, посвященные вопросам современного изобразительного искусства, архитектуры, театра, музыки и оказывавшие огромные воздействия на русские художественные круги. История живописи — это история живописи всех времен и народов, посвященная главным образом развитию пейзажа, не окончена. Выходила в издательстве «Кнебель» в 1912-17 годах. Там же, в 1910 году, я написал маслом по заказу большую картину с версальским мотивом, поднесенную архитектору Лидвалю, его друзьями и сотрудниками. Чудесный тенистый сад с живописным гротом, террасами, спускающийся к небольшому потоку, мы могли считать исключительно нашим. Из удивительной деликатности наши хозяева никогда сами туда не выходили, чтоб нам не мешать. Вообще, Дзия Матильда была в высшей степени воспитанная дама. Она никак не напоминала контандинов и всячески старалась как бы совсем стереться. Мы каждой весной возвращались туда как к себе домой и находили все в том же порядке, в такой же чистоте и в той же приветливости. Я настоял на том, чтобы мы в Монтаньоле никакого настоящего хозяйства не заводили, а пользовались бы ресторанчиком, отстоявшим в нескольких шагах отказы комуцы и обладавшим в качестве столовой террасой, с которой открывался далекий вид. Если и не столь фантастический, как тот, что стелется из окон нашей виллы в сторону кома, то все же чудесный. На этот же горный вид, с цепью камоги в глубине, глядели и окна квартирки, которую снимал для себя Аргутинский Долгоруков в помянутом уже доме Алессандро Джильярде. Жизнь в Монтаньоле рядом с нами так нравилась Владимиру Николаевичу, что он с нетерпением ждал момента, когда он мог освободиться от службы в Министерстве иностранных дел и приезжать к нам. Он также столовался в ресторанчике сеньора Барбе и, будучи не особенно требовательным к еде, вполне довольствовался теми скромными и немножко однообразными меню, из которых состояли наши завтраки и обеды. Утренний же кофе с чудесным молоком и чудесным деревенским хлебом, и он, и мы пили у себя дома. И до чего же вообще и мне, и моей жене, и нашим детям нравилась эта жизнь? Дети быстро подружились со всей окружающей молодежью, что очень подвинуло их в итальянском языке. Атиной главной подругой была серьезная, лицом неказистая, но добрая Чекина Лукини. Лелиной подругой, столь же шаловливая, как она, Ольга Беретто Пикколи, Кокиным другом брат Чекины Винченцо. В Монтаньоле нам нравилось все. И мягкий ровный климат, благодаря которому дни текли в удивительном покое, лишь изредка нарушавшимся эффектными, но довольно милостивыми грозами. И прелестная лесистая местность, и воздух, ах, какой целительный, горный, почти альпийский воздух, как легко там дышать. И самые жители, весь их строй жизни, соединявший в себе лучшие стороны швейцарской и итальянской культуры, их приветливый, веселый нрав. Особенно же пленяло удивительное разнообразие пейзажей, густо-тенистые рощи, горы, из которых одни подступали к самому нашему золотому холму, другие огромные, зеленее или голубее, громоздились в отдаление и уводили глаза далеко-далеко. Пленил нас и наш собственный маленький дворец, его изящная архитектура, его старомодная удобная меблировка, его эффектная широкая лестница, спускающаяся от площади через наш дом к саду. Несколько раз в лето на главной верхней террасе устраивались с нами большие сборища в дни рождения и именин моей жены и старшей дочери Анны, с иллюминациями и фейерверками, с танцами и играми, а раз даже был устроен домашний спектакль, в котором участвовали наши дети и их друзья, и на него пожаловала вся Монтаньола вкупе с милым Доном Луиджи. Однако ему, как священному лицу, не подобало оставаться среди прочей публики, и потому была устроена на застекленном балконе тетушки Матильды своего рода ложа для сохранения его инкогнито. Один балл был устроен внутри дома, в нижней романтической гостиной, и для этого случая был приглашен не слишком благозвучный оркестр, состоявший из четырех местных наемных музыкантов. «Боже, сколько во всех этих случаях было смеха, сколько безобидных шалостей!» Особенной изобретательностью на шалости и шутки отличался наш Кока, очень за последнее время окрепший здоровьем и развившийся умственно. От прежнего болезненного худенького, робкого мальчика Тихони не осталось следов. При этом он по-прежнему нас обоих обожал и был необычайно к нам внимателен. В лице своего кузена, точнее, двоюродного племянника, Саши Черепнина, он нашел себе достойного товарища. Саша со своей матерью, моей подругой детства и нашей общей племянницей, провела большую часть лета 1912 года в Монтаньоле. Из разных изобретений Коки и Саши, особенное впечатление произвел мастерский ими склеенный из бумаги скелет, который и был, без нашего ведома, повешен среди деревьев над тропинкой, по которой к вечеру поселяне возвращались вверх по горе со своих полевых работ. Легко себе представить ужас, охвативший этих добрых людей, особенно женщин, когда в сумерках среди листьев они узрели такое жуткое мементо море. Из-за этого вышел целый скандал, и оба наши молодца, Саша и Кока, подверглись опасности быть жестоко наказанными рассверепевшими мужьями и отцами. Несколько дней они просидели дома, боясь показаться в деревушке. Раз попав на тему о наших пребываниях в Лугано, и Монтаньоле, я не могу воздержаться от соблазна тут же рассказать, все более забегая вперед, про разные особенности тех чудесных лет. К особенно оригинальным таким особенностям края принадлежали, и, несомненно, принадлежат и ныне, те погребки, которыми обладает почти каждый из жителей этих полугорных деревушек, подчас вовсе не богатый. Считается, что местное вино, обладающее своеобразным привкусом, лучше сохраняется в этих погребах, а то обстоятельство, что эти конветти или гротти расположены целыми рядами в тенистых рощах, способствует, особенно в праздничные дни, очень веселым и уютным семейным сборищем. Причем вино распивается, как того требует обычай, не из стаканов, а из чашечек, рода плошек, без блюдечка, сидя на простых деревенных скамьях вокруг грубо сколоченных столов, без всяких скатертей. Получаются своего рода пикники на лоне природы, под густой листвой, часто совсем недалеко от дома. Вино очень легкое, быстро пьянит веселым опьянением, и потому угощения эти проходят без буйства или какого-либо дебоша. Мы предпочитали местному вину, которое нацеживалось прямо из бочки и пилось почти ледяным, бутылочку чего-либо шипучего, белого асти или темно-красного барбера. Очень ценил такое баловство Степ Еремич, который не раз хватал и лишнего, после чего нес ужасающую, но и присмешную чепуху, доставлявшую нам, особенно нашим детям, большое наслаждение. Он и без всякого винного вдохновения мог быть чисто украинский, по-гоголевский остроумен. Ну а когда выпьет, то его фантазия не знала пределов, и надо отдать ему справедливость, что он и тогда не изменял своему природному такту. А экскурсии? Сколько мы их за эти пять лет? Одно Саренговское и четыре Монтаньольские совершили. Где только не побывали, что только не видели, куда только не влезали, какие художественные открытия не делали. В первое луганское лето, проведенное в Соренго у Ольджиати в 1908 году, почти все такие экскурсии делались, как я уже упомянул, в связи с моими поисками материалов для моей статьи о художниках, работавших в России. И они почти все происходили в обществе и под некоторым руководством сеньора Ольджать. Но с момента, когда в 1910 году мы познакомились с Курато Джентеллино Монтаньолы, доном Луиджи Симона, он стал нашим спутником и проводником. С ним я лично посетил Саронно, где такие замечательные фрески Луини, Варалло, где ряд капелл, стоящих по поднимающейся в гору дороги, Сакро Монте, содержат изумительные образцы творчества, скульптуры и живописи самого выдающегося из ломбардских художников Гауденцо Феррари. В той же компании, со включением юных друзей наших детей, мы взобрались на довольно-таки крутой Монте Дженерозо и оттуда любовались как закатом, так на следующее утро и восходом солнца над грядами гор и над пятью озерами. Дважды, а может быть и трижды, мы побывали на Боромейских островах. Мы досконально изучили все деревушки, расположенные в Валь-дентельве и в двух близлежащих долинах. Каждая содержит по церкви с замечательно декоративными и блестяще исполненными скульптурами и фресками. Дважды мы совершили род паломничества к древней церкви Мадонна Д'Онаджеро, лежащей далеко от всякого жилья в совершенно диком лесу на южном склоне Монте-Сан-Сальваторе. Три раза мы посетили Орию, где сохранился тот самый дом, в котором жил Фогоцаро, который он описал в своем маленьком старинном мирке. Там у него утонула маленькая дочка. Взобрались мы и на обе возвышающиеся над самым городом Лугану горы. На менее высокую Монте-Бре и на более высокую рядом лежащую Монте-Балия, откуда открываются чудесные виды. Через последнюю по следам контрабандистов мы перешли из Швейцарии в Италию. Побывали мы и в Мендразио, откуда родом наши художники Бруни, и в обоих Альбогазио, и в Моркоте, в котором тоже прелестная церковь, и где теперь, как я недавно узнал, кончает свой век ставший старцем, а в те времена необычайно прыткий и неутомимый Дон Луиджи. В крупном селении Костелло, лежащем над Сан-Маметте, меня поразило грандиозное по композиции и по своим густым краскам плафонная фреска, автор которой в те времена не был известен. В горную деревню Понте-Каприачо мы отправились специально для того, чтобы взглянуть на фреску, являющуюся копией в ту же величину, знаменитой Тайной вечери Леонардо, исполненной еще в начале XVI века каким-то учеником великого мастера. В очаровательно лежащей, нарядно-барочной церкви Кампионы, виртуозно расписанной блестящим фрескистом Изидоро Бианки, сохранилась на стене крытого, огибающего ее перехода фреска раннего XV века, одно из самых интересных и своеобразных изображений страшного суда. Блестящие фрески одного из забытых соперников Тьеполо и Пьецетты Петрини украшают ту одинокую церковь, который лежит в лесу по дороге к помянутой Мадонне Д'Онанджеро. А на наружной стороне этой последней чудом, несмотря на дожди и бури, сохранились примитивные фрески XII или XIII века. Прекрасный портрет старика-скульптора Агустину Камуцци, приписываемый этому Петрини, мне удалось приобрести у госпожи Камуцци, и он занял особенно почетное место среди моего собрания. До всего не перечислить, да и досадно ограничиваться лишь такой номенклатурой, тогда как каждое наше открытие заслуживало бы подробного описания. Говорю открытие, ибо большинство этих достопримечательностей ни в каких путеводителях и тем менее в каких-либо историях искусства не помянуты. На возвратном пути второго такого паломничества в 1913 году я натерпелся немало страху, так как, пустившись один по своей неисправимой привычке искать сокращенные пути по неизведанной тропинке, вскоре заблудился в малорослом кустарнике и уже шел наобум, вернее, сидя, сползал или прыгал, держась за гибкие ветки, и все больше ощущая, что мне не выбраться, что меня окружает что-то неведомое, ходила молва, что несколько человек заблудилось и пропало таким образом. И лишь три часа спустя такого блуждания я услыхал под собой лай собаки и увидел крышу какого-то дома. Я был спасен, но, Боже, в каком виде я предстал перед своими дорожными товарищами! Кроме этих экскурсий по окрестностям Лугану, в самом Лугану сохранился один из шедевров Луини, замечательная фреска в церкви Санта-Мария Дея-Анджели, расположенной на самом берегу озера. Кроме этих экскурсий я то один, то с женой, а то и со всем семейством, совершал ряд поездок в Милан, музея которого, благодаря тому, я, наконец, стал знать не хуже Эрмитажа или Лувра. И опять-таки, то один, то с женой, мы побывали, исходя все из того же ставшего родным Лугану, в Венеции, в Брешии, что за чудесный художник Моретто, в Равенне, в Болонье, в Веченце, в Вероне, во Флоренции, в Сиене, в Мантуе, два раза и так далее. Спустились даже в Неаполь. И после каждой такой поездки я возвращался с записной книжкой, полной заметок и чемоданом, полным музейных каталогов, с бесчисленными фотографиями. Немало фотографий понаснимал я и сам. Причем так наловчился это производить, пользуясь очень скромным, примитивным аппаратом, что некоторые части своих снимков я мог затем дать место в своей роскошно издававшейся истории живописи, которая стала выходить выпусками с 1911 года. Увенчанием всех этих прогулок и путешествий явился произведенный нами в наше последнее луганское лето в 1913 году перевал через Симплон.